Поехали! Которого вы будете мучить. И на этот раз это Никита 600 из группы Dendy Forever. Всем привет! Я думаю, в основном Никита известен тем, что он собирает картриджи собственными руками и пытается собрать гиммика. Собрал уже. Собрал уже? Кому он достанется? Кому он достанется? Тем девятью человеком, которые в очереди стоят, ждут? Офигеть. Да. Что-то у меня как-то тиховато, кстати, в наушниках. Ну я на самом деле просто тихо сам говорю. Какие дела? Лисую. Ну, ладно. Что ж, тогда... Начинаем как всегда, выбираем тот, кто будет первый играть. Я пока скину и, наверное, вкратце обнесню. Да, как всегда. Ну да, то есть я уже говорила сегодня этот комментарий. Так, а блин, я еще и не заряден на Твиче. Точно фэйр. Ну в общем, вот это вот. Скиньте. Отлично. Сейчас я скопирую вам. По которому вы можете зайти и проголосовать, кто же будет Владом. Игра, как всегда, будет по вашему выбору. И Никите предстоит сделать прогноз на эту игру. Как же человек справится. Пройдет он у нее, не пройдет. Может он вообще захилит на первом уровне. Ну вот ты сейчас, подожди... Ну, ладно. Не, ну как. Примерно расплата. Так, где у нас опрос? Сейчас покажу. Не, ну я как всегда проголосую. Не, ну это... Хорошо. Не честно? Я сделаю это агит. Ну так. Чтобы равновесить. Первые два раза выиграла Аня. Вот на третий. Или три раза даже Аня первых выиграла, да. Может быть. Вот, да. Давайте Колю. Молодцы. В последний раз я играл. Я тоже за Колю. Пускай Колю начинает. Ну... Небольшой перевес на самом деле. А пускай он станет большой. Ты пошла за других компов отправлять. Блин. Если создам еще сто пятьсот Ань, то тогда да. Я надеюсь, там везде идет трансляция на Твич. Ничего там не глючного. Да, вроде бы. Там будет, да вроде, кстати. Нет ссылки. Повторю. Нет ссылки? Да я кинул еще разок. Нет, кстати. Что-то как-то слабенько. Я? До ста пятидесяти спокойно доходит. В этот раз девяносто. Ну... Очень плотно, кстати. Вообще, буквально разрыв четыре голоса. Блин. Ну, ребят. Ну, давайте хотя бы Х2. На Колю. Так, стоп. А на Гудгейме, народ. Да я вот пытаюсь, кстати, сейчас зайти в чат вообще, а тут нет. У вас не получается... Ой, не то. Сейчас я попытаюсь сам катиться. На Гудгейм. А то что-то... Вот я сгинул. А. На Гудгейм замечательно. Тут лишняя трансляция. Можно снова ссылочку-то? Пожалуйста. Да, вот. В общем, спасибо, Ники. Скажем спасибо буферу обмена. Эх, не важно. Не, все равно. Ты не отстаешь. Нет. Ну, правильно. Не отставать-то я должна, но выиграть должен ты. Все правильно. Все идет по... Вообще, один голос разрыв. Посмотри. Нет. А сколько у нас там народу сейчас? Я... Это сложный вопрос. Да. Ну, как говорит Кибер 135. Поскольку 105. Угу. Ну, я не знаю, до 100... Десяти, что ли. Давайте решим. Ровно. Давай 110. Если что, решающий, 111-й будет. Давайте, вы знаете, что делать. О вас верю. Прям голос-голос. Я еще разок на Twitch заброшу. По голосу. Угу. Так. А где, блин, я... 109... А, вот 111. Я был впереди. 112-й сравнялся. Ну, хорошо. Я обещал 111-й решающий. Ну, Коля. Что? Я вообще надеюсь, он даже код мне подпевает. Оу. Так. И теперь второй вопрос. А что же я буду играть? Да. Вопрос интересный. Я думаю, в принципе, даже два повторяющихся варианта. Ну, то есть, если одну игру два раза повторят, можно же ее записывать. Судя по прошлым стримам. Ну, да. И то, что народ вообще никак не хочет за одинаковые игры голосовать. Да. Они вообще... Я каждый раз со стримастрим пытаюсь попросить их, чтобы они как-то, блин, не знаю, стадом голосовали. Они не хотят. Они вот... Своя игра, и все. О, уже пошло. Так. Тем временем. Bloodlines, я вижу. Да. Очень часто Bloodlines, народ. Да, да. Записывайте. Shutterhands. Что я буду, если по-русски писать? Да без проблем. Ну, вообще. Только Shutterhands написал один и тот же человек. Это считается? Ну, вообще, так нехорошо делать, на самом деле. Митсу Мигатору. Все-таки хотят трехглазого. Так, что там еще? Митсу Мигатору? Напишу трехглазый мальчик. Да, да. Так и пиши. Так. Так. Ну, че, Gaiden 3, что ли, написать? Да. Ну, хорошо. Так и быть. Так. 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 Ну, что ж, еще тут есть интересное. Не Капитан Америка уже был. Бэтмен и Робин на Сегу. Ну, в принципе, можно. Её ноид хотят. Еще даже в группе хотят. А, ну и в прошлых стримах она пару раз попадалась. Годзилла какая-то из Годзиллы. Я первого. Вторая это вообще стратегия. Я думаю, не нужно вторую. Хотя там пишут вторую. Значит, по-моему, ведь стратегия. Зачем ее играть? А не ресторан. Здравствуйте. Отлично. Гангстер Херос. Но Гангстер Херос, я считаю, можно откинуть. Насколько я знаю, Коля вообще. Мойдет. Ну, Гангстер Херос, в принципе, не то чтобы сложно, если не на харде. Ну, да мне кажется, ты ее с закрытыми глазами пройдешь. Ну так она не сложная, в общем-то, да. Ну вот, так что. Это будет мне интересно. Супер Марио Брос 2. Так. А сколько ограничений по играм? Ну, штук десять. Сейчас от седьмого. Ну, да. Восемь-десять вкручу. Так вот. В зависимости. Еще три наберем. Снейкс Рэвенж. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я там буду ходить, не знаю, бить бить мужиков, потом умирать. надо будет проблематично так mighty final fight еще было в чатике проскакивала это ради бога и начать и кибер вообще какое-то движение идет мне просто нет там вообще тихо не га что-то на киберево но видимо как все на твиче вот тут еще несколько предложений было вроде на тайне тун сеговский вот но это такая длинная игра у нас в принципе ограничения в районе часа поэтому игра ну хотя бы должна проходиться за час хоть примерно вот выйдем это в этом районе но странно полки вполне хорошо это бетона флэш по крайней мере в музыке вообще сейчас порадовала мне кажется но атмосфера в чате допустим господи back to the future 2 3 но это вообще стрима не хватит жизни не хватит чтоб проходить ее и последняя игра что же это будет сентая джетман там и видел несколько раз могучих рейнджеров но пусть будет так на киевшки киевшки а ну да вы вы будете скидывать за меня ссылки в чат ну да да без проблем хотя на кибер гейме я могу сам скинуть вот таксом успела 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 так ну что же что же нас ждет пока же первая игра да интересно что же я хочу мне себе выбрать из этого всего что мне больше всего нравится наверное все таки mighty final fight поскольку я ее уже проходил я бы вот mario 2 сыграл так и чё bloodlines лидирует нет уже а уже нет уже третий гайден это не на волне кухни последний но но у меня открывается ссылка я почему-то перепутал слова читая костревание мальчик и трехплазый bloodlines это нормально да кстати ань где ж твоя машинка моя машинка будет я уже говорила когда ремонт закончится вы как видишь он не заканчивается это жизнь какая-то я всем рассказала но не буду я обидничать смех и грех потом я не я обязательно сделаю то есть я кладу честно правую руку вот куда-то в левую сторону и в общем да хорошо у меня уже есть такая пара людей ну я вообще же сама по себе иногда тролль иногда да но никто в этом не знаю да в общем парочка таких людей забавных было получится ли воплотить то есть потому что одно дело это в голове а другое дело руки низ ребят в крайнем мире очень много ресурсов теперь рядом есть из которых надо раздеваться у меня один нескромный вопрос а что за машинка а на третьем по моему выпуске когда будет третья игра у нас когда они уже будут играть ты можешь сделать реквест какой-то который она должна выполнить во время игры то собственно если она не справляется она выполняет какое-то твое задание вот на прошлом стриме ей надо было в акирейс пройти первый мир на дефолте она не смогла ее заставили из подручных средств сделать какую-то автомобиль а сколько игра там автомобиля вроде как так ну чё bloodlines на один голос впереди гайдена гайден на один голос впереди марио а теперь марио опять догнал вот они втроем никак не могут поделить я проору и просто я буду громко смеяться если все таки будет супер марио 2 а почему ну читая группу вконтакте то есть ну и что писали по поводу этой игры некоторые из да ладно да я чё-то не в курсе да нет забей ну ладно так 150 мы наберем должны набрать еще десять человек давайте последние штрихи давайте как раз кстати на кибере 157 уже там я думаю на твича в основном сидят потому что там подписка наверняка рассылка какая-то идет может быть быть 140 41 и опять по одному голосу разница прямо с какой тяжелый выбор в этот раз а обычно все решается там в первых с первых голосов понятно что кто вырывается вперед блин что неужели все что все 142 застыли как ребят надо повторить ссылочку давайте 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 надо разобраться еще шесть человек ну-ка 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 кастальвания третий гайден эйба супер марио брос 2 кстати тут в чате спрашивали второй марио это тот который американский или японский я думаю все-таки американский хотя тут конечно не но можно сделать еще одно голосование если выиграет марио какой именно второй марио американский либо японский пошли то конечно разница большая что я-то лично голосовал за американский но два голоса два два человека обалдеть краски сейчас два голоса раскидаются на гайдена и марио гайдена кастальвания и марио и решающий голос идет за говорите только что за гайдена ну ну последний на последний надоело f5 нажимать ну значит не знаю вот гайден действительно у нас ничья получилось давайте еще году голосовал надо повторить у нас еще народ подкатил поэтому надо повторить ссылочку давайте теперь действительно из этих трех сделаем гайдена да 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 я вынужден заметить 166 человек ну так ааа да уже народ подъехал может есть шанс можно кстати тут же и написать а хотя не ладно супер марио 2 гайден Вот это все удалить. А вообще там... Там набралось еще голосов из-за данного. Интересно, интересно. Да, кстати, за косло целых 35 человек набежало. В чате. Теперь есть ссылочка. Теперь еще раз заходим, еще раз голосовываем. Да, еще раз. Я бы на шнём за месяц и косло целых 35 проголосовал. Ну да ладно. Да-да-да. 35 на 32. Изгайд, да. Ну да. Я все-таки в Марио сыграю. Из вашего позволения. Ну что, до сотни, что ли, по-быстрому, или как? Хотя тут Марио хорошо вырвался сразу. 38. Ну да, кстати. Тут некоторые говорили, мол, не надо кослу, давайте лучше Марио. Да, давно Марио не был. Ну вот, Марио, по-моему, побеждает вообще без вопросов. Ну да. Ну да, тут уже никак ничего не изменится. Ну, к Марио 2. Марио 2. USA. Что ж, я это все включаю. Не надо ее включать. Хорошо. USA же, я надеюсь. Никто не против, если я буду играть USA? Да, конечно. Я нет. Я только за, потому что японский проходился. USA вообще как-то что-то... А вообще он был на стримах? Ну на стримах вообще его не видно было. То есть тот же самый японский проходил Амкол. Ну да, я помню. Американский что-то я вообще даже не припомню, что кто-нибудь вообще его где-нибудь стримил. Во, ну, отличный повод. Ну да. Дайте опрос на Марио. Так, ну, как бы Марио уже выиграл, поэтому... Поэтому тут очевидно все. Так, ну что, сейчас Никите зададут вопросы, на которые он должен будет ответить. Да, да, какие-то какие. Такс. Стоп, теперь у меня... Ага, все. Океюшки. Океюшки. Вопросы скинуты. Моя идет отвечать. Так, сейчас. Где он? Сколько тут ромов? Где этот? А ведь еще есть Super Mario USA. Это японская версия второго американского Марио. Может, в него сыграть? Чтобы был компромисс. Такс. Секундочку, секундочку. Так, все, поехали. Я пока на вопросы отвечаю. Да. Правда. Смотрю в чате, как всегда... Они довольны или недовольны выбором? Все свои лица. Свои родные никнеймы. Да, ребят, у меня один небольшой вопрос. Я так понимаю, на каждую игру у нас есть тайм-лимит. Верно? Да, но в районе часа, плюс-минус там. Угу. 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 Окей. Итак, история. Что-то... Подожди, там история была? О-о-о, да. Там что-то, Марио вернулся откуда-то, короче, куда-то-то. И такой, хоп, а и, ну, короче, сон снится. Ну, точнее, не снится, он все видит то же самое, что было с ней. Что дальше? Ну. Дыр-дыр-дыр. После того, как он встал, он пошел в пещеру. А, ну да, и он видел то, что его во сне. Угу. Угу. Угу, угу. Угу. Так, ладно, все. Я ответил. Ну, отлично. Тогда мы сколько? Восемь, двадцать семь. Значит, в девять. Ну, там посмотрим. Смотри, как я буду продвигаться. Будут ли у меня вообще шансы пройти. Такс. На самом деле, игра-то отличная. Очень странно, что ее нигде не было. Никто ее не попытался пройти. Действительно никто? Ну, я когда-то попытался, пока не запорол картридж, и это была единственная попытка познакомиться с Марио. Вторым. Потому что на эмуляторах не так лампово. Да и стримил я его вроде в одном из ночных, но это так было, знаешь, пять минут, и все. А, ну, нет. Да, 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 ради бога. Вот, тут просто народ орет, мол, где Паша, где Паша. Паша отошел, пока на некоторое время скоро будет. Так что не волнуемся. Да. Не, не, Паша-то как раз на фейерплее не бывает. Ну, он... Но он скоро будет. Обещал, да, он обещал, чтобы вернуться. В ЦИСТ будет. Ну, в ЦИСТ... Вроде бы нет. В ЦИСТ. А, да мы бы с удовольствием в ЦИСТа. Пригласили бы. На фейерплее, ага. Аня, проверь стим. У меня со стимом, ребят, сейчас проблемы. У меня, когда я последний раз... В общем, по моей же глупости меня хакнули, мой этот... В общем, я же доту катаю, да. И там всякие шмоточки, цацочки, там, рарочки. Это вещи в доте. В общем, долго объяснять. И, в общем, из-за этого меня хакнули мой стим. Да, и вот сейчас тоже меня заблочили. Из-за одной доты? Из-за бесплатной? Да, представляешь? Господи, какие люди ненормальные. Сколько неудобств. Жесть. Так они, блин, по стандартам просят, в общем, чтобы... Я предоставила им чеки и все остальное, что я являюсь действительно хозяйкой аккаунта и все такое. А у меня все игры подарены. Их там буквально что-то 15, но они для меня ценные-ценные. То есть я такой вот вообще мини-мини-коллекционер. Не, ну, понимаешь, их всегда можно восстановить там. На рутрекере всегда бешеные скидки, например. Почему бы и нет? Если надо. Я, собственно, что по поводу стима-то говорил, что в цист не раз палился. Мы сидим, стримимим. Ай, а где в цист? Да, он учится, учится. И так вот у Михалача всплывает окно. Типа в цист пошел в доту играть. Ну да, учится. Да, он частенько. Он что-то его тогда... Ну, он неплохо на самом деле играет. Ну, учится, учится, парень, учится. Учится играть в доту. Да, все правильно. Так. Тут один человек предлагал убрать всех Марио из голосовалок на месяц. Так у нас это так раз в месяц, если это насчет нашего стрима. Если так смотреть, во-первых. А во-вторых, в принципе, даже если так подумать, то Супер Марио Брос 3 стримился когда-то. Киноманя Лайф на кухне была. Ну да. Давным-давно. Первый Марио, но он... Настолько боялся что-то даже. Ну да, и вряд ли за него кто-то проголосует. Да. Ну, а тем временем я еще раз напомню всем, что с нами сегодня Никита. Никита 600. Да. Да, просто Никита. В общем, он известен не только еще тем, что клепает собственноручно, собственными руками вам... Как это сказать правильно? Игровые картриджи, кассеты, диски... Да, диски, да. В общем, вы поняли. А он еще... Интересно проходит игры. На то. Интересно читерю в игры. Я, конечно, не буду спрашивать, как у тебя получается так вот... Ну... Читерить. Ну, расскажи хотя бы вообще, то есть... Как давно ты углубился вот познанием самого вот этих вот вот этого всего... Как это же строительство? Ну, да. Ну да, да. Нет, ну если как бы интересно, что я сейчас могу включить историю на целый час, то... Ну, мне это все интересно. Я тебя уже очень давно как бы знаю по стримам, по... Вообще-то как бы наслышкам твоей деятельности и по некоторым там увиденным ценностям, короче. Ладно. Ну, вот давай подсказывай нам историю начаться. Ну, история на самом деле относительно интересная. Потому что в 2007 году, 8 марта... Дату никогда не забуду, у меня появился мой первый компьютер. В кавычках у меня, потому что мама его попала для работы и мне для учебы, но... Она сказала, а я ничего не понимаю. И я начал учиться играть в ПК-игры. Спустя полгода, не обнаружив на игр ПК, Да, игр на ПК. Я понял, что надо что-то делать. Подключил интернет и увидел, о, эмуляторы, круто, круто, да. Поиграл во все вставье, в которое я хотел поиграть, понял, что как-то, ну, не тащит. Начал искать другое занятие. Потом внезапно обнаружил классную статью. Вот еще был сайт, или может даже по сей день существует bit16.ru. Или как-то так был он. И там была статья, типа, перевод игр. Я такой, вау, классно ты как. Скачал инструментарий. Сел разбираться. Ни черта не понимая на протяжении полугода, что вообще происходит и как мне дальше жить. И я понял, что надо что-то делать. Я полез на форумы и написал самое эпическое сообщение за всю свою жизнь, о котором до сих пор живею. Помнишь, как оно звучало? Азвучит? Я помню, это на самом деле самый цирк был, потому что у меня тогда школьник головного мозга был. Вот. И я зашел на первый форум, который встретил, это шедевр был. И такой, ой, блин, блин, Snakes Revenge, обожаю Metal Gear, боже, как я обожаю Metal Gear, боже. Надо перевести переводы, нет, на Snakes Revenge. Начал его ковырять, при том там вообще эпический, я текст переводил изначально. Я проходил игру, при том, наверное, раз пять ее проходил. Естественно, с эйфстейтами, с читами, потому что, ну, не царское это дело. Ну да, смотри, доигрывал вдоль и поперек, в общем. Да, и делал скриншот каждого окна с текстом. Вот, потом выписал текст, перевел его, все. Думаю, ну, пора взламывать. Ковырнул игру, ковырнул там-сям, нашел кое-какой текст, а основной текст игры я не обнаружил. Ну, окей. Зашел на форум шедевра и пишу такой, ребята, ребята, помогите, пожалуйста, помогите. Игра на 83% переведена. Ааа, у меня ничего не получается. И тогда я просто помню замечательное сообщение. И мне до сих пор стыдно за него. Единственный человек, который мне ответил, это Гривер. Типа, так и так, этот вопрос уже на форуме поднимался. Это моя, кстати, потом частая проблема будет. Задавать очевидный вопрос на форуме. Нанесусь, бывший вопрос. Вот, и пишет то, что, типа, сделано, вот тебе ссылка, разбирайся. Я зашел, ничего не понял, расплакался и убежал. Надолго убежал. Спустя какое-то время Я все-таки начал потихоньку разбираться, влеваться, начал потихоньку. Вот сейчас, кстати, очень быстро. Я так пропущу такой сильный кусок того времени, то, что мне захотелось очень программировать. Я начал обучаться программированию. Начал все то, третье, пятое, десятое. А что ты так открытно хотел программировать? Я хотел просто переводить игры, я хотел инструментарий писать, чтобы можно было с ресурсами игры работать нормально. Ну, начал ковыряться, все прекрасно. Даже в универ пошел, думал, ох, меня там научат быть программистом. Вот. Нет, ну, вообще на протяжении того времени, как бы, интернетов не было и документации нормальные. Вообще не скачаешь ничего и приходилось тыкать пальцем в небо все время, чтобы хоть что-то заработало и это просто вечно ад. Вот. Ну и как-то так шел-шел, потихоньку шел. Время шло. Я в какой-то веке, спустя там тысячу лет, при помощи тысячи людей зареализил целых два перевода на Magic Team. После стольких тысяч. На что он будет? Ну, это был Snake's Revenge и Человек-паук, но... Ну, естественно, глупый вопрос. Даже мог переводы делать на такие игры. Вот. Ну, окей, после релиза все было прекрасно. Я начал на другие консоли переходить. Попутно уже пришло то время, когда попал в универ. Появились в какой-то веке интернета, я познал всю силу документации. И все свое бессилие, того, что я читать не умею внимательно. Вечно могу прочитать кучу воды, запомнить воду, а основную часть... Да чё, кому она нужна? Мне точно нет. Из-за чего, собственно, напарываюсь часто на это дело. Ну, не суть. Верни, цепляет. Торопышка у меня. Не знаю. Вот. Да, кстати, коле технично варпится. В самом деле, я очень давно в эту игру не играл, и вообще не представляю, чем это закончится. Но вот варпы я даже помню. Знаете, что мне этот кувшин напоминает? Ну? Игрушку и ИТ. Там тоже же падаешь в такие... Да? В такие ямы, да. Не играл. Я как-то поиграл в свое время. Игра довольно-таки интересная показалась мне с точки зрения механики. Вот. Но непонятная. Ну, пока, естественно, я не нашел какое-то прохождение на геймфаксе. Ну да. Не осознал эту всю соль. Соль игры. Вот. Тем временем продолжу сейчас. Закончу эту маленькую кулсторию, которую я очень серьезно срезал, потому что хотелось в детали все рассказать. Ну... Собственно, суть всей кулстори, то, что чем дальше я шел, тем больше узнавал и пришел к тому моменту, что я понял... Ой, я очень плохой программист. Надоело программировать, хочу в железо. Да, на самом деле все по-другому было. Все упиралось в то, что я на протяжении, наверное, лет 15 не мог найти эту дурацкую косвервайху. Она всплывала часто и все время уходила от меня до того времени, 23 февраля, по-моему, 12-го года. Да что-то такие даты, 8 марта, 23 февраля, прям вообще праздники. Да, просто такая дата была вредная. Вот, ну, окей, суть в чем была, я хотел, думал, ну, раз... Да, 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 да. Так, ну... Суть заключалась в том, что, ну, раз кослоя достать не могу, почему бы и... Если что-то не можешь получить, сделай это сам. Вот, ну, начал читать всякую литературу по проектированию цифровых устройств. Притом, литературу не очень правильную. Как мне потом на форуме пояснили, не на одном. Никита, ты дурак, не то читаешь, читай вот это, будешь молодцом. Я, естественно, это все проигнорировал. Вот. Ну, и спустя какое-то время уже опыта как-то накопилось, думаю, ну, надо пилить что-то, начну с простого. Начал потихоньку, никуда не торопясь, разбираясь. В железяках. Как говорите, это. Ну... Ай-яй-яй-яй. Хе-хе-хе-хе. Я... Не фарпанула. Вот, и спустя какое-то время, когда скопировал, как бы, один нинтендовский картридж, там, скопировал пару схем китайцев работы этого всего дела. Вот, думаешь, почему бы и на что-то серьезное не переключиться, нежели что-то копировать и использовать готовое. Вот, начал с геймиком разбираться. И это, честно скажу, это были самые адские 3-4 месяца моей жизни. Ненавижу. А вот такая вот маленькая cool story, да? Неинтересная. Неинтересная, неинтересная, но какая есть. Ну, по крайней мере, хоть что-то там где-то там, то есть, с чего-то начинал, то есть, уже ясно понятно. Ну, как-то так, как-то так. Планируешь ли ты на этом зарабатывать? Ну, на самом деле, я не зарабатываю, я... Потому что это просто мое хобби, считай. Да и мне вообще, как бы, надо было просто опытом набраться, потому что... Ну, мне скучно по вечерам, мне делать нечего, и программировать не особо хочется, потому что... Писал уже много всякого хлама, кривого. Надоело мне это все. Хочется узнать, как это все со стороны железа работает. Ну, начал потихоньку разбираться, потому что... Потому что писать вот то, не знаю что, как-то вообще не кайф. Ну, по крайней мере, не зная основ того, что там вообще происходит, как процессы все идут. Все равно, что... Ну, я не знаю, делать операцию, не зная строение... Угу. Ну, да. ...устроение человека. Там, типа, ой, как удалить гланду, там, советы на ютубе. Берем пассатижи, вырываем, м-м-м, удалили. Вот, ну, как-то так. А по поводу заработка, ну, блин, повторюсь, это хобби. У меня, в основном, вся эта наценка идет на то, что, грубо говоря, я мог купить инструментарий, сделать что-то посерьезнее. Ну, и просто покрыть расходы банально электричества, которое я трачу, и... Кручу мелочевку. Вот и все. По сути, я деньги-то, особенно, небольшие, ты не зашибаю на этом. И не планирую зашибать. Отвечать некоторых. Ну, это так, тоненькая. Тоненькая подколочка, но нанесу. Так. Коля, как-то, по-моему, слишком хорошо идет, тебе не кажется? Может быть, Коля готовился? Не знаю, на самом деле, жизни-то у меня не особо много. Одна, что ли, осталась. Не, ну, круто я проходил, но тут 8 миров, так же, как во всех марио. Но я ее проходил очень давно, и мало чего помню, на самом деле. Я так больше по интуиции иду. А с кантами здесь как, в общем? По-моему, тут штуки три канта есть. Ай-яй-яй. Ну, последняя жизнь. И, по-моему, начинаешь с начала мира. Если я точно помню. Я в шесть три. А я в шесть три, да. Не хотелось бы начать сначала. Действительно, неплохо. Ай-яй. А ведь там сейчас будет босс. Ай-яй-яй. Я сдох. А ведь после него там еще босс будет. Главный босс всего мира. Два канта еще. Да, и шесть один. Ну и блин. Ладно, но в этот раз я лучше, конечно, пойду, надеюсь. Что у нас тут в чатике? В чатике шашлыки, снег, шашлыки на снегу. А вот и снег? Да. Шашлыки на снегу, это хорошо. Ну и все такое. Что Михалыч думает про Серджи? Михалыч? Михалыч? Не знаю. Михалыча я не видел. Но готов поспорить, что, наверное, вопрос адресован был мне. Ну, возможно. Что я думаю про Серджи? Я уже ни на одном стриме поднимал эту тему того, что он просто делает продукт некачественный. Плюс еще задирает цену очень сильно. Ну и на самом деле, он уже на ГБХ давно повыпиливал все свои темы с Дэндиком, по крайней мере, потому что появились, так сказать, ребята, которые делают намного дешевле, чем он. Ему же стало неинтересно это делать? Ну, ему, по ходу дела, да. Тем более, его флеш-картридж, собственно, 4,5 тысячи рублей, поддерживающий три маппера. Это, по-моему, слишком дорого, если у того же самого Крикса. Флеш-картридж стоимость, вот там, 3,5 поддерживает 90 мапперов. Что-то в этом роде. Я не помню, но... Там же, опять же, посерьезнее будет. Вот как-то так. Ну, плюс еще нет дурацких ограничений. Так что, я не знаю, что говорить. Кроме того, что продукт у него реально некачественный, у Серджи. Мне один человек описал тут, как он купил у Серджи флеш-карик на СНЕСку, а процентов 90 игр просто не работает. Шаг. Ну, вот так он пытается запустить одну, бах, черный экран. Какую-нибудь другую запустит, может быть, запустится, но потом может повиснуть или еще что-то. Бах, черный экран, ясно. Ну да. За это отдал денежку. Бах, черный экран. Бах, черный экран. Да, бывает. А сколько он вообще флеш-карик сейчас? У него, они, ну, смотри, у него на денде к 4,5 и он стоил. Боже, дорого. На СНЕСку, по-моему, тоже что-то в районе 3-х там с копейками. Или же к 4-м. Фиги. Ой, вот чернокрыл у меня сейчас провоцирует. Провоцирует он меня. Нет, это не надо. Ай, блин. У нас добрый выпуск. Без срачей. Там не срачей. Там нет, там не срачей. Просто, чтобы я включил максимум неадекватности. Это ведь неадекватность человеку. Нормальную вещь. Ну ладно, ладно. Новая порция советов от Никитоса. Как спастись от копников? Спрашивает чернокрыл. Элементарно. Не выходи из дома. Твой дом, твоя крепость. Все, я все сказал. Ну, а как же дальше? Прошу. Сколько себе. О. Господи, сейчас, походу, я зафейлюсь. Такими темпами. У меня одна жизнь. Весь этот бодрый настрой с начала игры как-то куда-то пропал. Эй, давай-давай, возвращайся в Норман. Ты только так уверен, что у тебя теперь что-то сильнее. Так. У нас... Сейчас товарищ антиспаун спросил, сколько человек в команде ДФ и стримеров. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, и тогда все. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, минус 11, 17, фу, 17. Нет, 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 стопа. А, министрим. Там просто есть стримеры такие, которые раз в год, может быть, когда-нибудь... Ой, господи. Так, ну, вот из Дэнди Форева, окей, поехали. Кто у нас есть? Михалыч у нас есть. Кент. Серега с Полон. Геннадий Мастер, но он потерялся. Динамик. Егор Смакей. Ну, раз Миша один раз стримил, ладно, откинем его. Серега. Который... Который... Серка Фокс. Так. Джо Бананас. Так. Лартек. Богатский, который кайм. Дэс Девил Рома. И Лартек. Так же у нас еще в конфе присутствует ВЦИСТ. Аня Фроза. Коля Хулфхарт. Еще есть чердак. Но чердака редко можно застать тоже на стримах. Точно так же, как и Лартыка. Да. Да. Ну и вот, вроде бы все. Ну и я. Вот теперь все. Так. Так, 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 так. Ох, прошел. Вопрос такой насчет завтрашнего марафона по контрам. Коль, ты и, может быть, даже Никита, если больше об этом знаете, расскажите, какие имя. Ну, завтра с 10 утра будут практически все контры, которые выходили, все основные части. И до позднего вечера. Как бы, ну что тут еще сказать? Я не знаю, но... Будут много таких стримилов. Что касается, кто конкретно, какие-то, ну, может быть, там, Киномания, ДФ, Кракен, еще... Ну, в основном будут те, кто обычный, вот, стримит. Основные стримеры. Ну, насколько я знаю, Кракеновские ребята будут в основном. Кракеновские будут, да. Ну, ну, я не особо вдавался по этому делу. Так. Ну, мы с Пашкой там тоже будем. Ну, в принципе, там несложно понять, что было бы проходить с Пашкой. Ааа, я упал. Последняя жизнь, неужели? Как это так? Никит. Это что? Кто? Тут отворено лоста, я вот думаю, что ты, скорее всего, сможешь ответить на этот вопрос. А можно сделать ролл, который сам бы игру проходил? Вставляешь карик и смотришь кинцо. Ооо, можно ли сделать ром, но на самом деле ром нет. Проще сделать, будем так выражаться, проще сделать робота какого-нибудь, в кавычках робота, потому что тот же самый Famicom, либо Nesco поддерживает подключение этого самого внешних устройств. Ну, Nesco, понятное дело, у нее первый-второй геймпад, там подключили все, у Famicom тоже, у него хоть и впаянные геймпады, у него expansion порт, который для пистолетов у нас на дэндиках предназначался. На него выведены контакты с первого и второго геймпада, так что можно, грубо говоря, сделать робота и выкачивать какую-нибудь демку, которая записана там, тот же самый TAS или TAS, что-нибудь в этом роде. Понятно, в общем, любую, да. Но я тебя обрадую. Ну, ладно, не обрадую тебя, но обрадую сам себя, ладно. Это невозможно в приставочных условиях. Ну, точнее, нет, возможность-то есть, но все эти демки... Немного подключать, наверное, все что-нибудь. Нет, не в этом дело. Даже если делать такого робота, то у этих демок есть один минус. Они навряд ли заработают на самом железе. У них рассинхроны будут случаться часто, и это будет... Такой... В общем, легче будет просто, наверное, создать новую грублин и нарисовать то, что... А если писать в самой приставке как-то это, не брать это эмулятор? Да, кстати, вот это было бы куда проще, потому что там можно будет как-никак синхронизацию сделать кое-какую с оригинальным железом. Вот, и т.д. и т.п. Вот, поэтому... Да, кстати, да, было же устройство от, по-моему, Хори еще там в 90-х годах, 80-х, под Фомиком, по-моему, называлось Фомиком Плеер, и оно как раз-таки предназначалось для этих задач, то есть оно писало все твои действия из геймбада, да, и там типа нажал рекорд, потом взял бах, нажал плей, и вот... Так что вот это только так. А те демки, которые были записаны, ну, не пойдут. Вот, только те эмуляторы. Ну вот, даже за примерами далеко ходить не надо. В основном все тасы, к примеру, пишутся на всеухе. А у всеуха есть всеукса. Есть одна особенность. У него там... У него там тайминги все кривые, косые. То есть, например, вот есть другой эмулятор, Бунесс, он более точен к таймингу, но все равно точности ему не хватает местами. Вот. По крайней мере, точности передачи ощущений от реального железа. Вот. И когда ты пытаешься запустить демку, записанную на всеу... на всеуксе, на Бунессе, там просто получаешь лютеро-синхрон. И все, и поэтому это сложная задача. Проще, по-моему, использовать какой-нибудь планшетничек или смарт-тв или компьютер, зайти на ютуб и посмотреть прохождение. Дешевые сердито, по-моему. Вот как-то так. Как-то так. Ох, если бы я знал, наверное, что здесь где лежит, возможно, я бы смог какую-нибудь жизнь найти. А так? Так, да. Так. Так, так, так. Тут что-то... Я помню, человек спрашивал, типа... Китовсы хочу заказать. Китайский картридж 400 в одном. Все игры разные. Что-то, знаешь, о нем стоит брать. Бери, игры там, сочные. В основном все, что на пиратке. Выходили всякие хиты и куча... обыкновенных игр, простеньких. Бери, короче, не прогадаешь. Да, да, да. Че-то я уж тоже себе такого захотела. Ну... Просто расскажи, как картриджи шьешь. Что, что, как картриджи? Как картриджи шьешь? Ну, как-то легко взял программатор, взял микросхему, подготовил ром. Я их ручками готовил, либо через одну специальную тилетку. Там же его нарезать надо определенным образом. Нарезал, взял, прошил, считай, как на флешку USB-шную кинул. Только там немножко с настройками надо пошаманить. Вот. Скинул данные, как на флешку. Запаял. И играешь. Ну, или в кроватку вставил. И играешься. Все хорошо. А не хотел как-нибудь записать процесс? Просто мне было визуально было бы, примерно, интересно. Процесс... Процесс я буду записывать. У меня, как бы, я планировал ролик делать. То есть, как... Как это все изменить? Ну, да, как все происходит. Например, на том же самом гиммике. Но на гиммике я собирался писать, когда у меня уже платы готовые будут. Потому что... Я могу сейчас, конечно, фотографию сбросить. Прототипу. Еще одного. Но тут такая пачка проводов торчит. Надим макеру, упирающийся только что. Ну его нафиг. Процесс этот муторный, ребят. Ужасно муторный. Если создавать что-либо без знаний, это... Это жесть. Это просто жесть. У меня просто таки флотнят. Вот как-то так. Пишет, визуально процесс банален до невозможности. Ну почему? Ну если, к примеру, это все будет не идти не просто под музыку, а вот именно под подводные комментарии на эту тему, что он вообще делает, и как, и для чего, и что связано тогда, да, и очень даже интересно. А. Ты же, ты же когда-нибудь в руках держала USB-флешку. Ну, конечно. Ну вот, ты втыкаешь ее там в USB-шнику. Нет, мне хочется, чтобы... Ну что? Смотри, смотри, у тебя есть там какой-нибудь Explorer, или, ну, я не знаю, ну, ты под Windows, скорее всего, сидишь, вот, поэтому у тебя Explorer. И ты берешь там, просто кидаешь файлы туда, и все. Только если винда тебе скрывает все внутренности этих файлов, ну, в кавычках скрывает, то тут я вижу, какие байты, куда у меня, что, зачем, как и почему. И мне приходится каждый раз под каждую микросхему, типа EEPROM, FLASH, то есть, ну, разумные типы микросхемы я использую, вот. Приходится поднастраивать немножко программатор, но программатору... Сам процесс записывания этого дела несложный. И все-таки я сдох. Дошел я до босса. Что, все, да? Да. Вот так вот это все закончилось. Шестой... Шестой мир, босс. Как-то так. Иекс. К сожалению, я не справился вот так вот с наскока. Я думаю, мне не стоит опять его заново начинать. Или как? Не знаю. Прошло-то всего лишь порядка получаса. Да, вот полчаса прошло. Я не знаю, начинать или не начинать его еще раз. Да не знаю. Мне кажется, что второй раз это уже незачем. Ну, как народ хочет? Может, голосовалочку запилим? Да, да это легко. Вот, потому что тут народ... Ну, тут как в чатике. Нет, мне начинать, нет. Ай-яй-яй-яй-яй! Часто другую, он нудный же. Другую. Другую? По-моему, все-таки голосовалку не стоит, потому что... А, никто не хочет. Ну да, основной массы не надо. А, ну тогда и ладно. Окей. Что касаемо вопросов... Да, как же у нас... Сейчас понимаем, как Никита справился. Так, вопросы были... Ковы... Сейчас я их сначала зачитаю, это хоть еще, чтобы народ знал. В общем, вопросы были такие. Первый. Пройдет ли игру? Естественно. Второй. Потратит ли континью? Будет ли пропускать уровни? И убьет ли всех боссов с первой попытки? В общем, Никитус ответил на все, блин. В общем, все угадал. Все угадал? Да. Пройдет ли игру? Нет. Нет. Потратит ли континью? Да. Будет ли пропускать уровни? Да. Убьет ли всех боссов с первой попытки? Нет. Нет, да. Что ж. Крации, Никита. Что? 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 Теперь ты можешь сам выбрать себе игру, показать свою любимую какую-то или что-то хочешь. Ух! Это ж так сложно, так сложно. Можно себе задать реквест, да, пройти. Чтобы выбрать. Чтобы выбрать. Платформа только, ну, естественно. Дэнди, Сега, ну, в общем. Ну, это понятное дело. Но я-то Фомиком подготовил. Так. А может быть... Не, ну я ватман-то пройти могу. Как раз конты бесконечные. Эх. Нет, ну, ватман-то настолько... Старе... Нет, я на самом деле разрываюсь. Давайте все-таки пусть народ решит. Чтоб никому не обидно было. Вот. И ты в прямом эфире запишешь на картридж? Ну, могу и записать на картридж. То есть вот что народ решит, то и не пишет. Но тут надо учитывать то, что сешку и снеску я записать не могу по понятным причинам. У меня переходников нет. И микросхем. Ну, раз ты выиграл, ты можешь любой рекорд себе попросить. Например, только на Денди. Ну да, вот. Лучше только на Денди, ребят. Давайте что-нибудь такое. И так. Тогда давайте я пишу, что же там хочет народ на Денди. Так, лост левелс. Робакопа 2 на Денди. Ну, это точно пока. Это все такое. Ух. Так, опять майте файл файт. Вот чернокрыл тут спамит тотал реколом. Я даже не знаю, что это такое. Ну, это ж вспомнить все со Шварценеггером. А, это. Тотальный перезвон. Гнус, Солбрейн. Марио-1. Может быть, все-таки не поздно передумать и выбрать свою игру? Потому что те гости, которые были у нас, они тоже предоставляли выбор чата, но никто так и не удосужился все-таки пройти ее, эту игру. Так, ладно. Не боишься ли? Ладно. 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 Вы сами напросились. Вы сами напросились. Так. Так, 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 так. Сейчас, секундочку, секундочку. Я размотаю свой шнурок и пойду смотреть, что у меня на картриджах есть, потому что писать что-либо у меня желания никакого нет. Да. Такс. Ладно. Слава богу, у меня гарнитура очень длинная. Ну, поехали. Будем смотреть, что у меня есть. Давай. Мир Рафика. Баян. Так, это Баян. Вот метроид. А Баян только лежит, нет? Ватман далеко лежит? Нет, они у меня на первой стопке все три части. Ммм, второй Ватман. Ладно, нет, но он читерский. Это как-то, ну, нечестно. Так, ладно, поехали. Чего у меня есть? Так, Bugs Bunny Bird нет, BTT нет, Konami World 3 нет, Кослер Вахи 3 нет. Konami World 3, это что, Roboc Wars, что ли? Это, этот, Roboc Wars, да, Roboc Wars. Такс, нет, 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 ну, Mighty Final Fantasy, Капитан Америку, Часмастер. Вот я сейчас Часмастер могу сказать, сказать, относительно веселый стрим. Шикарный вызов. Ну, Часмастер, да, там, учитывая то, что я буду на Супер Изи играть, потому что на Харде, как говорил Богацкий, он полтора часа будет думать, нам это не надо. На каждом ходе. Так, Йонг, Тянут Шонс. Так, не то, все боины, все боины на первом ряду сложил, молодец. Так, ЧПД ЛДО. Нет, не оно все равно, не оно. Вот и Бэтмены. Целая пачка. Так, ЧПД ЛДО. Нет, Метроид нет, нет. Слушай, много там у тебя всего? Ну, у меня порядка 100 штук сейчас лежит в картридже, и поэтому я и не знаю, что выбрать. Ты так помешай их, перемешай так. И так, запрой глаза там. Ахалай-махалай, вот эту хачу. И вот пальцы, ну, куда-нибудь прыгну. На что-нибудь. Понимаешь, если я на стеллаже сейчас все помешаю, это будет все печально. Я вот залез в Саи и вытащил Мегамена 2. Какой-то тоже. О-о-о, да. Мегамен 2. Коля, я же первого проходил. А, ну да. Второго пройдешь. Может и второго пройти сейчас? Ну, а что, давай. Не, ну, если играть на Изи, то ты его точно пройдешь. На Изи? Ну, там Нормал, который. Там же два выбора, если я американка. У меня Рокман. А, у тебя Рокман, тогда нет. Ну, тогда... Что, он там Изи? Ну, тогда он там обычный, но он проще первого. Так что, может, Рокмана второго? И опасную хул давай. Как там чат реагирует? Ну, всячески. Ну, за этого. А, Мегамен. А, Мегамен. Ну, это будет, ребят, Рокман второй. Мегамена не завезли, простите. Кослование первое. Нет. О, да. Супер Шинебе. Да. Вот это пока отложу. Такс. Нет, Кослование третье я не готов. Я чекудейла рыбаку. Мегу еще засунуть руку, что-нибудь вытащить. Ну, давай, давай, тыкай пальчиком лучше. Я же тебе говорю, закрытым зацом. Я стараюсь. Пощель, пощель, давай, пощель. И там, тыкаешь Батман. Как ни странно, Металл Гир. Металл Гир. А, кстати, да. Я его не пройду, ребят. Я же буду плакать. Он же плохой. Он гречный. Урбан Страйк. Это который этот. Кобра Команд. Не пойдет? Не Баян зато. Может, не надо. Но он сложный. Ну, он стрелялка, леталка. Я же не переношу, вообще. Так, ладно. На, еще у меня есть Кирби, да. Кирби я пройду, да. Зачасто я пройду, Кирби. Да? Да, я пройду, Кирби. Так, ладно, что я вижу. Так, ладно. У меня есть еще одно предложение. Это молодой Индиану Джонс. Ну, что, давай. Давай. Дай мне. Отлично. Так, ладно. Я пока возьму на всякий случай несколько картриджей. Ну, так. Побаловаться немножко. Так, я взял Метроида, Человека-паука, Супершина, бемолодого Индиану Джонса. И что-то я не могу найти один свой любимый картридж. Очень любимый картридж. Просто ежедневно... Ежедневно с ним в обнимку жив... А, вот он. Все, нашел. Рокмен 2. А тем временем... Так, что у нас там вообще народ говорит? Чему народ склонен? Или... О, давайте, давайте все-таки реально сейчас... Я вот выбрал вот эту пачку. Карик. 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 Сейчас создать опрос? Да, давайте реально опрос. Либо Мегамэн 2, либо Метроид, либо Человек-паук, либо Супершиноби, либо молодой Индиану Джонс. Так, Спайдер-Мэн... Шиноби. Я что-то думаю. Я, кстати, не знаю, как правильно. Увы. Я эту игрушку в честь-то застал бы. Мы его называли Ниндзя Гайдом. Так, что там еще? Мегамэн, Спайдер-Мэн, молодой Индиану Джонс. Метроид. А, Метроид. Ты пройдешь его? Ну, я его так, немножко игрался. Да и Клик спрашивал. Никитос, когда продолжение Метроида? Вот почему бы. Блин, я. Так, и что там еще в Мет-4? Так, ну... Так, Мегамэн, Метроид, Индиана Джонс, Шиноби. Шиноби? Шиноби. Шиноби? На Денди это какой-то хор? Супершин... Это порт от Супер Кейма. А-а-а. Да, царский порт. Супершиноби 5, да? Да. 5 картриджей. Ну, можно было бы 6-й с Робокопом 3-им, но я не хочу. Я устал уже от него. Так, вот. Давай. Вопросик. А я, может, пока заодно... Поехали, игра для Никитоса. Ладно. Так. Где у нас... Что бы мне такого выбрать? Сайдермен? Сайд. А я не видел Супершиноби. Я бы его посмотрел бы. Да, я, кстати, тоже, наверное, лучше... Шиноби. Шиноби. Ох. Ох. Боюсь я. Диана Джонс пока лидирует, но... Страшно-то как. А что же выберут? Что же выберут? Твои мегамены... Нет. Ну, куда же вы? Я думаю, у народа перенасыщение мегаменами, мегамены везде. Да, весь кракен пропитан мегаменами. Нет. Хотя он держится неплохо, но в десяти голосах это, конечно, много. Нет. И Индия. Сколько голосов будет у нас? Сколько народа? Сколько народа? 162. 162. Ну, это на Кибер. И там 120 было, я видел, на Твиче. Ну, конечно, там, наверное, повторно есть. Может быть. Ну, в общем, там, наверное, человек 200 есть в общем случае, но... 130. А тут что-то 120 из-за... Хотя ещё идёт. Да нет, тут уже, по-моему, крайний. Ну, давайте 130. Ну, окей. Ну, хотя тут разница в 5 голосов. И остался 8 человек. Но туда. Уже разница в 6 голосов и 6 человек остаётся. Нет, да, Индиана Джонс побеждает. Эх, вцист, эх ты! Эх, ты, вцист! А где там Димка в чате? Ага. Судьбы, ага. Судьбы. Димка, давай возвращайся к нам уже. Файт там. Да ему нельзя, знаешь, я так полагаю, надо уже личные сообщения там. Уважаемый Дмитрий. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не желаете ли вы? Там то-то-то-то-то. То есть ему надо... Очень... Подсажки. Желательно за месяц. Ну, в крайнем случае, май. И учёба закончится. И это можно будет зажечь. Я так думаю. Ну, ещё тогда, Никит, ты там, у тебя как всё готово? Ещё один готово? Да, у меня всё готово. Когда я транслярс установлю, и мы сейчас вернёмся с молодым Индианом Джонсом от Никиты. Да. Сейчас посмотрим. Ну, да, вроде есть. Есть, да. Так, чатик. Поехал. Отлично. Ну, значит, продолжаем. Продолжаем загон по играм. И сейчас будет молодой Индианом Джонс. Будет больно. Будут крики. Будут страдания. И да, ребят, я сразу предупрежу, что я не буду переводить все заставки, которые... Не надо и не надо. Так, сейчас... Он, наверное, рвёт уже мне в ухо, и мне это уже неприятно. Как-то так, надеюсь. Музыку прям вообще... Так, ладно. Я, наверное, когда сцены вырублю или оставить... Пройдёт ответить. Не пройду, не пройду, не волнуйтесь. Пойдёт. Я в неё лет 20 назад отыграл. Ну, ладно, буду фигурку так. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, посмотрим хотя бы на картинке. А у меня будет... Каждый раз. Каждый раз. Там в чате решают, продержишь ли ты её или нет. Я её когда-то проходил. Давным-давно. Поехали. У него так интересный лиц, а дёргают. Ну. Ну. Ещё покупать не делось. Так. У меня... Сейчас пофиксим. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Я не хочу, чтобы он просто орал, потому что он... Он же у меня орёт, как резанный. Тебя чем занесло? Тебя чем занесло? Тебя чем занесло? Да. 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 Ничего поделать не могу. Да-да-да, ты должен пройти. На самом деле могу поделать. поделать могу записать игру на картридж, но мне так лень. Потому что это сейчас ещё минут 10 задаймёт. Вот. Но я надеюсь, что пройду. Да-да-да, это Никита проходит на Железной Дэнде. На Фомикоми, на самом деле. А, да-да, в Никита проходит на Коми. Да-да. Которую тебя лет 30 назад выкупил. Хе-хе-хе. Да, и он... Он живёт! Он живёт! Он, правда, чувствительный, как не знаю что. Ему плату там полтора миллиметра толщиной вставишь, всё. Я ничего не вижу. Ничего сделал. Ничего не вижу. Ну да, картриджем он такой... Требовательный. Да. Когда-то с полом со Финини приезжали, я Фини же свой Фомик притаскивал. Угу. Ну и на моём, в принципе, то же самое. Они вставляют, не работают. Вставляют, не работают. Да-да. Я вставляю, работает. Там нужен особый принцип научиться вставлять карик. Там надо его чуть-чуть ещё приподнять. Его надо так немного недоставить. Как-то надо почувствовать этот момент. Ну, это со временем... Нельзя. В пользование приходит всё-таки. Что самое удивительное, оригинальные фумикомовские картриджи, они такие... Возлющие. А вот пиратка, например, старая, довольно-таки стабильно себя ведёт. Ай, блин, что я сделал. Измилка. Блин, я вот... Блин, я вот... Вот так. Вот так надо с этими коняхками. А у меня пушка была. Ну ладно. Но всё-таки такая фишка с этими кариками, это именно фамик такой сам по себе или это же из-за старости? Может быть? Ну это... Это скорее всего фамик такой. Потому что это тот же самый дендик у него. Ну то есть... Сама... Сама... Само строение слота... Блин, сейчас. Тут сложно просто говорить и пытаться... В тайминг... Влить... Фух. Влез. Так, отлично. Я ещё что-то помню. Вот сама структура слота. Потому что на тот же самом дэнди джуниор, к примеру... У меня всё хорошо. Да, граната мне понадобится. Насколько я помню. Или не помню. Мне понадобится. Она нагибает. Вот. Дэнди джуниор там у меня... Всё себя прекрасно чувствует. С полутора миллиметровыми платами. Ой, нет, нет, нет. Граната круче. Или пушкой. Или гранатой. Сложный выбор. Пусть выйдет пушка. Ни одного посторонние звуки. Что за посторонние звуки? Что за посторонние звуки? Ммм... Гранату надо было ставить. Ладно. Посторонние звуки не знаю, ребят, но со звуком будут проблемы, это я точно скажу, потому что у меня... Экспи у меня там... Забыл, забыл, забыл. Если что-то не так, беги напролом. Теряй оружие и сливай жизнь. Ребят, если что-то около лаги, попробуйте на кибергейме, потому что вот я смотрю, у меня на кибергейме норм. Лагов нет. Такс. Я тут все сначала прохожу. Как пройти лампочку? Ты помнишь, что-то на меня есть? Лампочку? Угу. Какую лампочку? Ну вот, в игре. Видимо. Лампочку. Лампочка, наверное, последний боск, который... Боже, я уже не помню. Наверное, в нее год как-либо не награл. Ну, все. Ой, конюшка, конюшка нагибает. Так, ребят, я буду матюкаться во время прохождения. Я шляпку не взял. Как все печально. Вот так. Хвала скроллингу. Золото. Золото. Золото потом будем собирать. У тебя есть. Я буду. Я могу. Меня иногда... Потому что игра довольно-таки для меня хардкорна была. Пока я ее не прошел. Так, нет, я все-таки с гранатками... Или... Ну да, там подсказы, что на первом боссе революер не нужен, но гранатами лучше. На первом боссе... Я не помню, как валить ладаной гранатой. Я уже реально игру-то и не помню особенно. У меня там тактика какая-никакая была. О, гранатки вообще. Ааа, ты игру проходил один раз, так, чисто для галочки для себя и забыл, или ты любил... Я ее... Я ее именно затачивал и для стрима готовил. Но там, поскольку... Ниндзя Гайден был... Давай, прыгай. Так, там был Ниндзя Гайден, поэтому мы... Ты что, дуй это? Я в тебя врежусь и умру. Да, вот. Проблема... Проблема остается относительно актуальной. Вот, отлично. И шишечка. Если бы я сейчас еще немножко пробежал вперед, мог шляпку взять, потому что она там лежит. Это мне дало бы немножко ее лезть. Зачем чуть-чуть. Что дает шляпка? Ну, шляпа, ну... Она дает, по сути, один удар тебе преимущество. А, ну да, как бы... Что мне вот всех кулаками выносить? Нет, я лучше солью. Кулаками это жесть, если что-то играть. Да. Походу, я дальше первого уровня не ускочу вообще никуда. Там в чате пишу, что у многих проблемы. Ребята, наверное, это уже не твич и не кибергейм, а ваш интернет. Ну да, но есть народ, у которых все нормально, а значит, это скорее всего из-за ваш интернет. Не знаю. Не знаю, не знаю. У меня тоже все нормально идет. Странно, странно, ребятули. Странно, странно, это все. Он стримит в Famicom у него OBS. Нет, ну... Я использую X-Split для стрима. Потому что OBS на XP не завезли. Ничего не поделаешь. Так, ладно. Пих, пих. Вот мне сейчас бы шляпку не потерять, и первый уровень будет затащен. Ну, я надеюсь, первая половинка уровня. Бэм! Там, если у тебя есть возможность мониторить чат, ты потом посмотришь, что ждал отцит . Ах, чё, чё. Я что-то не очень понял. Я не пойду, я назад Моя золото Божественный миллиметраж Давай, давай, стреляй! Что ты, стреляй! Стреляй, стреляй! Подпись! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 так как ну я спокоен да нет я вот при мне опять забываю пушку я так как четвертый гранаты нормально создать альфа ничего не будет все очень плохо так 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 не забыть пушечку пушечку взять вот толкают оружие выиграть и потом сидишь и думаешь что тебе делать и как дальше жить тихо 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 вот так никаких гранат только нет гранаты понадобятся там же есть пушечка парская да вот так вот так кто то вот так нет я думаю биртой что он хочет слушать уже можно создать наверно а я займусь этим вопрос возьмешь без тебя ответственность смотреть чтат что я смотрю да так кстати наверное многие спросят зачем я собираю золото потому что золото классно она дает очки, а очки жизнь дает, нет? очки не знаю насчет очков насчет очков ну куда ты лезешь куда ты ползешь ну так все, я здесь люток меня никто не достанет здесь зато я тебя достану может быть может быть может быть может быть я тебя достану здесь нет дай вовлю на а вот так так а теперь у меня попались что произошло кофе не знаю, алло? алло? чё-то пошипел шипелись вроде это вот у меня или это у кого? не знаю что-то тут а не, у него всё идёт всё это норм не знаю как бы у меня интернет не просел ты прошёл? да, я прошёл, но как бы у меня интернет не просел потому что чё-то у вас как-то плохо слышно стало а, наверное, у тебя нет микшера, держи xp ну, у меня микшер включён как бы ой, поехали дальше будет плохо потому что я ничего не вижу, что вообще происходит на локации крыска так, там секретка какая-то была и... да, замечательно замечательно я остался без секретки гений вот тут такой вопрос есть всем известно что магазины сейчас наводнены ужасным новоделом с переводами и прочими извращениями на этикетках если картридж можно делать кустарным методом на дому почему никто не может взять этот рынок в свои руки? рассказываю картриджку кустарным методом можно было сделать ещё при царе горохи вот но почему нельзя делать и почему вот китайцы правят балом ну, во-первых все-таки у них есть производственные мощностя то есть если у меня чисто ручная сборка идёт то у них во-первых все делается на я забыл куда прыгать вот у них это все делается на господи на машинах грубо говоря машинка делает эту каплю у них тем более это все дешевле выходит мало того что машинка все дела а блин лесенка вот сейчас я приостановлю игру все-таки потому что мне сложно разговаривать и играть одновременно игра просто напряжённая довольно таки вот короче суть в чём у них есть машины машины которые делают эти картридж с капельками то есть почему это дешевле сердитом ну потому что во-первых программируемые микросхемы они как бы дороже сами по себе вот в отличие от тех которые используют китайцы китайцы используют микросхемы так называемого типа как москром что это такое то есть есть определенная определенная так сказать болванка оригинальная оригинальная микросхема мастер микросхема мы будем так называть по которой там выстраивают определенные ячейки и всё то есть эти микросхемы никто на заводе не программирует они уже то есть машины их сама сделала такими вот на них будет записана определенная игра то есть уже создан вот окей потом это всё дело то есть сам кристалл с микросхемой он клеится на плату и появится машинкой сразу прямиком а потом уже все готовые платы передаются китайцам они заливаются смолой и всё то есть вот весь техпроцесс в моём же случае ну учитывая то что я делаю это в домашних условиях это выглядит так мне надо взять плату спроектировать её отправить китайцам там просто скрестив пальчики надеяться на нашу почту России то что вот она всё хорошо будет ничего не поломают по пути всё будет вовремя доставлено после того как это всё приехало мне надо сесть в гордом одиночестве каждую микросхему ручками прошиб прошибать проверять тестировать как это всё и прочее 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 потому что само производство одного карты это очень дорого с точки зрения с точки зрения с точки зрения по сравнению с тем что с новоделом если новодел у нас тот же самый никуда сгейм продает за 32 рубля то есть картридж корпус наклейка 32 рубля стоит китайцы вы сами понимаете ещё дешевле это всё дело стоит кудэсгейм это кстати один из распространителей по России то есть то есть не гейм гейм карта не все кудэсгейм скупают вот чисто в теории вот потому что это единственный с кем я смог выйти договориться на поставку вот корпусов хотел изначально но не задалось потому что эти гармошки а это самые просто ущербные вырвиглазные корпуса я считаю вот ну не суть вот то есть вот если у них 30 рублей то есть корпус платка это наклеечка 30 рублей все это дело стоит в моем же случае у меня 45 рублей одна микросхема только стоит это самая при том дешевая микросхема то есть которую я могу найти относительно качественную все то есть вот это вот цена только на одну микросхему представьте одна плата даже если я ее уменьшу в сотню раз размещу на листе на котором китайцы собственно будут делать эту платку там 85 плата размещу она все равно будет стоить порядка сорока рублей притом это настолько притянутая цена что на уши не наденешь то есть к примеру когда я делал вот свою первую партию у меня оплаты вышли стоимостью 90 рублей я там еще 10 рублей накинул потому что я 7 раз перераз разводил эту плату что ой мы не хотим одной игровки мы хотим четырех игровки давай четырех игровки я там все мозги сломал пока я сделал нормальную красивую разводку потому что это красивый притом правильный без всяких ровных углов ну то есть дорожки под углом 90 градусов это вообще злоб большой по мне так я всегда стараюсь свои платки сделать с эстетической точки зрения красивыми чтоб все правильно работало и выглядело относительно правильно конечно что я вообще новичок это так свои загоны ну не суть вот то есть смотрите банальные две микросхемы с 45 рублей плюс плата уже 90 получается ну считай 200 ладно доллар сейчас еще подлетел 200 и это самый простой картридж то есть на него там первого марио записать можно еще там игры 120 а если нужны игры с мапперами то это докупать надо ладно бутылтоц это самый самый дешевый картридж с мапперами считаю он там будет стоить 200 рублей все за то что притянули эту цену все больше ничего окей а если другие мапперы например гимик там вообще уже денежка нужна серьезная у китайцев же эти мапперы они опять же делаются по этой технологии фото литографии но будем называть ее как у нас вообще в россиях странах СНГ привыкли назвать этот процесс ксерокопированием либо ксерокоп то есть процесс по сути тот же самый есть мастер и просто копируется на определенные болванки вот и у них этот маппер уже заложен на уровне железа все в моем случае мне надо покупать конфигурируемые как раз схемы чтобы ставить конфигурацию этого маппера а этими как раз схемами такие уже дешевые вот яркий пример был того что я себе половину волос выдирал я нашел поставщика самыми дешевыми новыми нетронутыми микросхемами доллар стоило но поскольку мне объема не хватало мне надо было бред то есть фактически я на маппер тратил уже ну 65 рублей тоже по курсу доллара вот окей все хорошо но меня тут поставщик кидает и все я теперь полтора доллара плачу за эти микросхемы и другой корпус у меня и вообще там скорость микросхемы другая я чувствую сейчас чуть трясусь то что я их заказал да вот жду и ну как они ничего тихо микросхемы никак не не двинулись ничего неизвестно где они находятся даже вот собственно в этом вся проблема то что сроки и процесс процесс он просто дорогой можно было бы этот отрывник взять в свои руки если бы были бы были бы мощности да и спрос был бы если бы бешеный но проблема в том что индивидуальные карты с точки зрения производства каждому человеку нельзя сделать это просто это просто тупо дорого то есть сами понимаете удовольствие не издешевых я в основном например вот свой будет так выражаться проект в кавычках я его нацелил на то чтобы сделать сделать все картриджи те которые ветки которые стоят дорого вот гимик он реально дорогой 30 тысяч рублей не пойми за что нет конечно слишком ну да цена для ну и как бы понятно что нет то есть это очень редкий он я я я я нацелился на это вот я не хотел денег что я просто хотел пополнить свою коллекцию ну и плюс еще грубо говоря хотел это все дело оформить то есть чтобы все было красиво и выглядело как как будто бы с завода сошло и можно было поставить на полочку и чтобы стояло и ты знал что вот да эта штука тебе просто служит неное количество времени вот это вся история а так вот эти картриджи которые выпускают два маппера которые можно купить они стоят 45 рублей эти маппера у китайцев ну доставка ладно хрен с ним 60 рублей два маппера ну три маппера ммс1 ммс3 ммс3 врц ммс4 ну ладно добавим еще антропом и аором антропом антропом это всякие доктейл первые вторые аором это то есть преимущественно игр эти маппера можно купить в кавычках маппера на самом деле микросхема логики то есть счетчик четырехбитный и этот и просто логический элемент или все их можно купить в любом магазине радиодетали за 10 рублей вот каждый день микросхем ну вот такая вот я продолжу потому что я тут влюхся что-то сильно и ну ну дорого дорого и глупо будем так выражаться ну да чтобы это все покупать чтобы себе какую-то доход иметь это надо не знаю сколько рублей 0 да вот яркий пример тоже все давайте сейчас будет анти рекламу все самый он который везде со своей рекламой своих кой пацаны купить картриджи купите давайте 700 рублей за картридж я до сих пор смеюсь с того случая когда кто то купил господи кто то купил кирби за 870 рублей у него боже ну оригинальный кирби стоит триста пятьдесят рублей что с этим миром не так блин нет ну ей богу притом он он ничего не разрабатывает взял у китайцев готовые микросхемы все производство естественно покупается там в огромное просто количество денег считаете и все мое покупается так по мелочи чтобы инструменты купить на пиво и электричество все вот вот вам весь секрет производства оречество что ж так дешево то так так Так, и тут я забыл где мне идти, снизу вроде шляпа было, но... Да etc Ну что ребят, если это не какая-то редкая игра, то проще на самом деле купить на ebay лицензию Да Вот 80% кариков стоят до 15 долларов до 20 долларов практически любую игру можно купить да вот правда мешает одна проблема то что некоторые игры которые под NES вышли их надо же переходник покупать да и плюс еще они места много занимают вот ну это реально это будет проще купить там какую-нибудь NES-овскую лицуху тем более их можно найти не только в штатах то есть причем тут штаты казалось доставка доставка очень много но реально фамикомовские игры спокойно за копейки можно купить пиратку пиратка сейчас очень неплохо подешевела дендельская которая была в 90-х ну за исключением там некоторых экземплинаров сами понимаете кстати не доехали не доехали сейчас тоже нормально почта не так плохо вот где-то полгода назад они шли по два с лишним месяца да проблема была секретки хоть помню вот нет ну я сначала я сначала подумал как прикольно закон действует видимо всяких бизнесменов которые там там выкупали какие-нибудь там планшетки штучно везли их потом получали огромные тонны посылок там думал ох классно так как их нагнули нет блин я гранаты не взял чё чё я сделал ну с ним а не стоп мне игра помогает замечательно кстати вот . просят кстати ссылку на твой продукт где-то тебя есть вот 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 что ты ребят я честно скажу я сейчас чуть чуть не выпускаю и почему у меня сейчас задержки такие дикие я сейчас тяжу в диких долгах я там влетел получите неприятные вещи но можете посмотреть я здесь публикую прогресс я скинул ссылку что у меня сейчас творится и прочее я сейчас за счет того что я влетел на дикие долги отдаю потихоньку их вот вот я собственно сейчас сижу в такой небольшой заднице из-за того что у меня нету просто денег даже на то чтобы купить нужный инструментарий какой-нибудь вот была даже проблема я не мог припойку купить чтобы запаять что-либо что пришлось платы сплата старых выковыривать его да 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 блин кончуня нет 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 контов нет кончуня есть целых пять штук но теперь есть тремя жизни насчет доставки там пишут что много съедают если у одного продавца сразу штук 10-15 купить то доставка на самом деле будет намного дешевле чем несколько раз покупать у разных продавцов например тоже проблематичная вещь а так конечно да доставка в общем то не самая дешевая вещь сейчас ребят секунду у меня на приставке отходит звук вот ушат проблема вот у него шаталось звук коробит вот ну кстати да вот надо еще сказать то что окей ладно из японии еще относительно идет что заказывать штатов это вообще да штатов они там творят ну 50 долларов доставка что это такое да вообще просто ужас то какой то неплохой на ebay продавец кто называется не помню он заказывал пару раз нас к так там он как бы доставка по моему карик то ли 7 долларов и как бы за следующий карик просто плюс 1 доллар 2 то есть можешь заказать 20 и доставка будет очень дешево да вот это вот вообще очень классные продаваны вот кстати Ванёк у меня давно просил ну афини он хотел тоховскую эту ну бдппл все же наверное видели этот ром или кто-нибудь тоховский клип бдп и тут проблема была в том что покупать вот это заказывать мапперы китайские платы разводить это намного муторнее проще купить за пару долларов донор картридж то есть какой нибудь там игру вообще там неизвестно точнее не очень популярную но железо у нее одно и то же подходящее в моем случае вот и так что вот это был вариант м все я чувствую я я не вообще но но не ты первый последний к сожалению надо было брать бэтмена вот это заказывал я тут по чикакуна из франции фамикомовский картридж он стоил 1 доллар доставка 2 доллара вот это который маленький мальчик такой с этой погремушкой не знаю не знаю почти как кун 4 что то такое а не кун луна блин я не помню помню что желтый картридж все желтый картридж с нужным маппером вот заказал его из франции приехал картридж новый у него даже контакты не стёртые вообще походу не вставляли его никогда за все за все дело 3 доллара на него можно записать кстати финалочку третью например в каком-нибудь английском периоде или что-то в этом роде то есть докупить микросхему даже если не хочешь ждать покупать за дешево в местном радиомагазине за 100 рублей микросхему купил прошил запаял грамотно все вот тебе все затраты 200 рублей играйся вот тебе финал за 3 копейки с и кстати таким делом промышляют переделкой фомикомовских кариков ну это не так плохо на самом деле ну да каких-нибудь трешей игр делает нормальные игры так кстати вот но понимаешь в чем проблема просто перед переделать там картридж что-то там тоже мутор перепаивать там немножко вот надо ну продав 5 наверное 6 точно придется а это неэстетично хоть конечно картридж в корпусе будет но хочется чего нибудь красивого без какого нибудь так называемого навесного монтажа да блин ну да хитбокс этой игры конечно печалит меня очень давно он меня печалит тоже проходил я проходил но он да блин да давай беги отдачи туда вот так так замечательно да 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 саламандра дешевле найти ну на самом деле саламандра столько трейд не стоит а сколько он там стоит ну 500 600 рублей ну блин это дорого господи донор можно купить тот же самый так челлендж который тоже за доллар можно купить там донор 3 за наставку у у у меня по-моему саламандра где-то долларов 12 вышел на б вот чуть больше десяти ну один из польши пират нет я не могу так он в общем пират торгует и я у него покупал не первый раз думаю блин ров стоящая игрушка вот и думаю что бы не взять ну вот взял не пожалел ни разу кстати я что хотел сказать когда нажимаешь вверх старт на этой многоигровки кстати вот нажимаешь вверх старт у нас 9 не получает он становится в этом костюме то есть ты можешь там прийти на какой-нибудь уровень ну то есть на первых уровнях нажимаешь вверх он попадает в этом костюме я не помню паттерн этих всех как засранцев на чешечку не взял блин а как все печально и сюда я тебя кулаками ушатаю могу может ты меня ушатаешь нет нет я ж кулаками могу ну тут тут лорд виталий спрашивает н н н н ты 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 не нашел полезно что он тебе присылал да там там был один бейсбол синенький бейсбол 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 синий бейсбол 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 ну да нормально да укатился просто в закат уехал нет ну блин это все печально это чуть печальнее на свете чем ладно возьму шишечку вот а так в принципе виталий там на самом деле из игр то по-моему ничего такого вайперного нет сырного поэтому только на доноров каких-нибудь прототипов новых запускать но мне пока не надо у меня есть то на чем я сейчас FME 7 тестирую поэтому ну мопер гиммиковский на самом деле у гиммиков самсов 5b там звук выводится через него через этот мопер блин я даже забыл мне снизу надо на него наезжать вот вот и мне по крайней мере сейчас еще протестировать его то есть со всякими бэтменами и прочими ну я еще к тому что я собираюсь же на этом FME 7 не тупо одного гиммика выпустить потому что вот сейчас гиммика сделаю и ай блин все печаль беда вот я же собираюсь еще сделать семи игровку то есть там выпустить первого бэтмена хиберик который уфария в европе был бэтмен ретурн за джокер то есть там вот как раз таки все сырные игрушки от самсофта вышли именно на этом мат и те же самые гремлены вторые гиммика прочее то есть хочу сделать картридж чтобы были все вот эти игры которые дорогие то есть тот же самый бэтмен возвращение Джокера он там стоит 50 долларов или 65 что-то такое японский именно но я американский буду пилить потому что у нас к американскому привыкли ну и плюс еще дополнительный бонус я считаю очень выгодно получить ну просто все игры которые на этом мапе вышли чтобы тянуть кота за хвост но повторюсь мне надо прошивать микросхему большего объема а денег на оборудование нет до прошивки поэтому пока только гиммик вводной игровки будет увы я ах извиняюсь не не будет ли вовик или макс у нас на ферплее но поскольку они относятся к киномании скорее нет но они вполне могут еще где-то появиться вот у нас же был стрим например в киномании они приходили ну точнее это макс приходил ой там не было тут надо больше у пашки спрашивать вполне возможно что он придумает еще что-нибудь так сейчас бы не напороться да да как нет все печаль беда игра слита все вполне очевидно было надо было ставить бэтменом и хоть бы что-то было пройдено у тебя еще есть минут 20 наверное да за 20 минут она не прохват поиски игрушка довольно таки толстая она минут 40 50 проходится но почти что это уже третий уровень да ну это второй еще считается это еще второй да потому что было нет да мексика считается мексика считается за один уровень вот да тут уровни просто довольно таки толстые поэтому ничего тут не не проходила я ну знаю вот и ну вот блин ну вот как всегда вот вот вылететь надо было вот в этот майк досадись ты что ж ты не уйдешь нету все очевидно уже и но может быть я сейчас мне откроется второе дыхание я пройду без потери жизни ну когда такое было отлично отлично че щас напарюсь напарюсь давайте скидывайте бомбилку вот замечательно а мужику то че а мужику ой да ладно ну вот да полметра пройти надо было боже так я не понял что тут же вот это место с того что как раз таки в этом уровне то что мало то что на тебя валят как еще я тут стреляет в верхних старт нет ну если я в верхних старт буду юзать то да все куда то быстрее будет так танк следующий по моему нет сначала мы как я тебя кулаками то вынесу ну вот так да Аня не пропала Аня сейчас готовится к аудиосюрфу можно сказать но она еще будет отыграть мы еще и выберем игру так что не волнуйтесь так старрейсинг ну надо будет Паше предложить может быть заинтересуется согласится поиграть я не знаю как там насчет пиратского запуска надо через стим захочет ли он покупать что то в стиме это надо его спрашивать так так там ничего интересного не было попробуем а абсолютно ничего интересного а абсолютно ничего интересного а а а вот это локация очень подставушная а очки то то что с кулаками просто нереально пройти считаете давай give me timing отлично give me fire нож нож возьми говорят где ну не знаю я понятия не имею кроме как только так ладно спокойно я пройду тренер тренер я не смог эх ладно да нет тут очевидно было все-таки можно было вернуться назад и там видимо есть нож ну тут на самом деле возвращайся ай блин сканчуней в самое начало ну видимо это уже последняя попытка ну да я думаю если сейчас конца сливают никуда не продвигаюсь дальше нет просто потому что ну ну понятно понятно да да не страшно на самом деле ну мне не страшно так 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 ну бэтмена дайте мне пол надо было я не говорила полчаса полчаса я тебе об этом говорила полчаса я об этом говорила полчаса я об этом все и вся игра будет пройдена вообще обожаю эту игру каждый день я стал все нормальные люди делают зарядку я в бэтмена играю ну почти все люди потому что есть лентяя и нет нет представляешь я вот насколько вообще лентяйка жуткая я даже вот делаю уже вот третий день зарядку представляешь ты побил мой рекорд третий день жаль да рк так вот р к я уже не помню что вообще я да что я я думал у меня последняя жизнь думаю оape и слил молодец гение ну давай ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 это поэтому 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 надеяться на это дело ножку полотно но я то есть то есть то есть пытаясь кирпич файл м м замечательно отлично роскошно великолепно когда хоть вспоминаешь немножко игру как то и жить становится проще блин да вот как всегда есть дышать дышать проще нет 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 дышать не просто не проще потому что так я помню припасы пиксель попасть в которой меня за депутат да м да м вот так 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 я забыл где она там бомбит вот она бомбит я подхожу м 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 разнесу и утонул а да звук точно я уже забыл о нем то что у меня дергался меня тут просто ушата на это гнездо дурацкое и все и вот в нем этот тюльпан гуляет как хочет поэтому с ним проблематично жить совсем чуть-чуть так а ну-ка давай-ка давай-ка в другой тюльпанище лезть так так стоп раз два замечательно вот там звук даже даже я слышу достаточно громко ну да надо по убавить все таки я уже я уже думал блин это что у меня где-то в обкладке какой-то что-то заиграло блин черт где это спидо да ну технические проблемы к сожалению уж простите моему язык капу уже не первый год вот вот шатался очень сильно так что я делаю ну да 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 давайте бомбите больше больше все 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 ну лучше бы бэтмена бэтмену лучше лучше не надо было так да действительно послушался еще людей называться вот и слушай так людей потом то мог бы не подключать индианов в голосование хотя бы да сам сельяму вырвал тап хитбокс ладно все не будем тянуть капитал за яйца потому что это будет долг так кто следующий у нас тогда ну так они теперь должны да они так они так так а я я я здесь это не получилось пройти никита может конечно есть минуты как 25 так может вот так ну нет с нет но а аппарат он именно я вообще ух как я его люблю ух вот вот ну может от а а теперь это будет да это за 25 минуты груша а ищ не как бы никто не против то есть вот вот чтоб быть лет ватман или все таки переключимся но как отход хочет ну да посмотрим ватман на так и так и так в в и так все это но все так 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 давайте давно не так 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 вот что так 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 не так не совсем так как а так потому что что правила, к сожалению, люто нарушаются, и никто с ними ничего делать не хочет. Поэтому, извини мне, никто с ним не прошел, поэтому играет Аня. Ладно, ладно, я что-то сказал. Передаю тогда. Ну, ладно тогда. Передаю. Сейчас, блин, паш, возьмут и будут мстить мне ватт. Ну, назад, окажутся, ага, ага. Ладно, все, я передаю это когда-то. Это, кстати, ситуация, а Аня... ...выстремят. Ну, ну... Так, ну, надо. Никуда не расходить, все, никуда. Тру-тру-тру. Раз, 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 два, три, два, два, один. Че там, че там, че там, че там, че, и че? Норм. О, пишет нормально. Ну, отлично. Так, ну, раз нормально, так нормально. Вы мне скажите, там, по-моему, игра как бы идет на заднем плане, вообще, звуки, что-нибудь слышно, не слышно, вот вам заставочка даже такая, я вам тут мышкой тоже подергаю. Хоть вспомню геймплей, поучусь что-нибудь... Ну, че, собираешь все фруктики и девушка возлюбленной. Ага, ага, окей. А, игру не слышно, хорошо. Что-то такого сделать, чтобы игла слышно. Допустим... Блин. Хотя сделайте чуть-чуть громче, хотя бы Аню. Все тихо пишет. Вообще все. Да вот такого не можно, что за... Начинается. Ну-ка, допустим, если я... Бай! Громко! Вы че? Так делать нельзя. Сейчас. Тихо-тихо. Надо было проверить сначала, слушаю тоже, блин. Так, ну-ка. Че-то есть? Че-то нету? Че-то я теперь вообще ничего не слышу. Ага, че-то слышу. Это упал. Тут-стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут-стут. То есть тут обязательно надо... Да, надо все фруктики собрать. А, он так будет везде шагать за мной, такой дурак, да? Ну да, да. Мне в детстве тоже очень нравилось. Это одна из первых игр. Естественно, была на многоигровке. Тут еще можно уровни строить. Я вот тоже любил уровни кем-нибудь построить. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Опять меня не слышно. Ребята, я пытаюсь говорить громче! Я надеюсь, тому, кто забирал эту игру. Интересно, что... Ух ты. А мне нравится. Понятное дело. Бежать! Беги! Прыгай! Единственное, что на последующих уровнях, наверное, будет сложно с прыжками, поскольку он, уперевшись в стенку, он не запрыгивает. Или запрыгивает. В общем, там какие-то до косяки с прыжками. Да? Небольшие есть, но вот такое, да. А вот на батуту хочет сложно, да, вот это я помню. Ну, то, что они всегда были... Ай, как вы представляете, на пиалу? Как ты... Ну, бонус! Так, на бонусе! Тут же жить можно заработать. Да? Ну, ладно. Ну, если бы ты добежала. Вот еще пару пикселей. Такие классные еще. А, кстати, Никит, мы же совсем забыли. Ты же можешь, Аня, какой-нибудь реквест придумать на эту игру. Ну, реквест? Да. Я даже не знаю, какой реквест придумать. Потому что тут... Игра-то элементарная, даже завязаться не на что. Аня, у тебя еще справа немножко обрезано эмулятора. Да? Да. Отлично. Блин. Ай, как мне это исправить теперь? Сейчас, вы ждите. Это... Может быть, сам эмулятор как-нибудь, ну, подрастянуть под окно. Справа видно? Да, именно справа. Там пол лестницы только видно. Да? А-а-а! Офигеть, вообще, как так? Вот так получилось. Вот так, наверное, что-то сделать надо. Да? Наверное, так. У меня нужно нажать кнопку. Во-во-во, вот так, да. Отлично. Ладно, не без фейлов. А они по батуту не могут скакать, да? Они не могут, да. Ух ты. Они вообще прыгать не могут. Ух ты. Они тут падают в яму, если что. Угу. Так, чё, пятый уровень, да? И, а, и всё? Ну да. Никаких контов нет. Контов. Никаких. Типа по хардкору. Жизнь зарабатывает только в бонусе, насколько я помню. Да, кстати, они могут же прыгать, народ тут подмечает. Но на этих, на батутах они не могут прыгать, поскольку я понял. Ну, не батутах, а пружинках. Как это ещё назвать? Разве они могут прыгать? Ну, на пружинках я не замечал, чтобы они прыгали. Не, а, но они через ямы, разве что могут перепрыгать? Ну да, да. А вот если на уступ, они на уступ и, по-моему, уже не запрыгивают. В смысле на уступ? Нет, они же прыгают между платформами, но... Между платформами, а вот вверх забираться они, по-моему, не могут. Ну, пружинкой нет, а по лесенке они вроде... По лесенке могут. Да. Да они какие-то дурачки вообще. Ну, тупые! Да. Ты должна манипулировать интеллектом противника и проходить. Хорошо. Четыре человека было. Да. Опять ты на бонусе. Это самое лёгкое, что есть в игре. Первый бонус, Аня. Никто не говорит, что будет так сложно. Джо задаёт вопрос. Как зовут главного героя этой игры? Там обсуждают, кто как их называл. Ну, очевидно, как. Если... Если он без бантика, значит он орешек. Ну, если вы понимаете о чёме. Мы их в детстве почему-то называли лямзики. Лямзики? Да. Я не знаю, куда это слово. Мы их называли просто пупырки. Ну, как их ещё называть? Нет, ну... Просто классный момент, как он падает на бок. Да, делай что-нибудь, вали отсюда, молодец. Всё. Пошли. Блин. Ну, прям вообще. Солит, Снэйк. Скучная игра. Отлично. Пятый уровень пройден. Ну, да, кстати, на счётчиком жизни написано «Милк», как ни странно. А вот это действительно странно. То есть он как раз таким «Молочко». Да. А ещё он розовый. Так что это вообще странная вещь. Ой-я-я-я-я. Я хочу сразу не взять. Давай, давай. Встали, побежали. И фитбуки расслаблялись. Может. Никит, ну ты так реквест... Какой реквест? Ты что тут серьёзная битва, блин? Это, конечно, не обязательно, но... Так, мне там... Кстати, обратите внимание, на шестом уровне написано «US». Я ты... А, нац, господи. А, нац написано. Идиот. Где там... Чё там в селект? Где там... Где там в селект? Какой селект? Чего селект? На-ну. Где селект? Ладно, я не буду так. А, тебе не засчитают прохождение игры, кстати, если ты будешь использовать селект? Да? Тебе не покажут финальную заставку, да? Грустно. Я же так хотела финальную заставку. А, вот в чём... Вот в чём заключался приколотовый реквест. Нажать селект 45 раз. Я, на самом деле, не знаю, что тут реквестировать в этой игре. Ну, к примеру, там... Да тут я вообще... Как насчёт того, чтобы уложиться до конца эфира? Я не знаю, что ещё придумать. Да не, это как бы необязательно. Чисто поржать. Тут другого выхода нет. Пройти игру за нац. Главное, чтобы больше было таких моментов. Тебе поржать. Либо создавать эти моменты, блин. Как это... О, бонус! Так, попытка номер три. Давай, давай. Самый лёгкий уровень в этой игре. Кабы, фрукты собирать необязательно здесь. Это уже ничего не даёт. Кроме очков. Стандартный огонёк. Ну, нифига себе. Столько всего и всё внешне. Круто. Да. Тут, тут, тут. Музычка, конечно. Класс. На пятидесятом уровне она надоест. Да, тут буквально три мелодия. Ну, что поделать. Ограничения. Пожелезяки. На восемьдесят четвёртый год. Музычка. Так. Мой любимый уровень. Тихо! Тихо! Прости. Да. Так вот оно что. А чё, чего? Да мне тут, тут уж это ж. Да я вот сейчас просто про реквест всё думаю. Что бы такого вот придумать? Вот. Действительно, если он не привязан к игре, то... Ммм. Интересно, интересно. Что бы придумать такого? Во! Я придумал. Аня, давай, после каждого конта ты придумываешь короткую историю из семи слов. Но чтобы она была максимально упоротая. Семь слов. Семь слов. Это после чего, каждого? После каждого конта. Ну не конта, а после... Многим оворотов, получается. Так что с тебя две истории. Нет, ну... Реквест только сейчас, поэтому... Ладно, ладно, хорошо. Смотрите, смотрите, как я могу. Могу я так аккуратно? Нет, не могу. А почему я даже не захватил? Херней. Вообще, когда около края падаешь, что должен. Нет, видимо, это не очень удачно упало. Да. Все вообще не очень удачно упало. Клубо думал. Да, долго думал. Я, к сожалению, не оригинален. Ну-ка. Ну, по-позой тоже заметил, что... Левел дизайнер не оригинальный чел. Что-то было... Что-то было... Что-то было, HLTS? Ну, вот. Вот, вот на эти ступеньки сложно запрыгивать. Которые вот сверху. Горел дизайнер. Нормально. Да. Нет, они не будут петь матерные песни. Угу. Вообще, не будут открывать рамки. Ух ты, бонус! Она прыгнет. Нет, офигеть... Шел мужик по улице. Это четыре слова. Что-то... Что-то... В чем разве с тобой это? История окончена. Она... Все... Семь слов уложил. Сложно, сложно. Да. О, да, конечно. Вот у них... У них не было ресурсов натолкать музыки. Зато цветов понапихали. Ай! Да, лучше не добиться. Чем будет вожжать. Не, вообще, вроде как через два блока можно перепрыгивать. Если с самого краешка. Да! Холода! Не. Но это сложно. Завязка села сгонил. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Давай, давай. Почему накрываешь? Ну так, какой-то. Вопрос в чате. Коль, ой, как у вас дела-то? О, это шикарно. Ань, ты его еще можешь перепрыгивать. Если что. И скажешь, перепрыгаешь на тот. Ну да. Так, так. Уже девятый уровень. Ну что ж, с тебя история. Семь слов. Блин. Что, блядь, я теперь вообще потерялась. А, нац... О, сейчас, короче, я придумала. Буду читать первое слово из чата. Вот, какое-то вот вырванное из предложения. Так, какая-то... Зажала... Купаться. Чем не упородостя? По тону. А, на самом деле, вот. Семь? Нет, не семь. Я говорю, что я буду читать первое попавшееся слово из чата. Поэтому, чатик, вы... Что-нибудь такое... Пишите какое-нибудь такое слово, на которое я бы сто пудово обратила внимание. Вот, да. Вот, типа перпендикулярности и все такое. Ничего? Я отманывалась? Нет? У тебя одна история, связанная с перпендикулярностью. Где история-то? Ну, вот там кто-то что-то зажало. Чем не история? Перпендикулярность зажала? Сказали упородость. Вот вам не упород. Чем не нравится? История должна содержать сюжет. Вот. Завязку, комбинацию и развязку. Я уже просто читаю что-то в чате, а я уже тоже придумаю свою жесть. Ладно, я запилю историю одну. Во, давай. Так уж и быть. Короче, как-то я сидел с одним маленьким ребенком. Ну, присматривал за ним. И он у меня пилил всякие веселые истории. Одна из веселых историй меня порвала. Просто максимум нелогичности и прочее. Подбегает ко мне такой. Никита, Никита. Знаешь что? Короче, слушай историю. Жил-был букварь. Шал он по лесу. Пук и вылетел в окно. Укатился и убежал. Одновременно. Я вот так и чувствую. Какой букварь. Какое окно. Боже. Аня, Аня, есть реквест. Какой? Есть реквест. Убери курсор. А, да, да. Отлично, и все. Я выполнила, я молодец. Здравствуйте. Курсор. Ужик зашел в дом, дождался лифта, а там никого. Что? Это больше семи слов. Да что ты? Где такая? Рождает кул-стори. Не, ну жизненную. Жизнь. Курсор. Вот тебе отличное начало. Когда мне было 15 лет, а дальше сама. А что было, когда я был 15 лет, что-то я не помню. Вот из тебя два слова. Ну что, в двух словах, в двух словах, давай, что было. Вы видели? А, пока нет. Он этот мелкий затворил, он просто там пропрыгал по этим... Ни, нифига себе. Они так умеют. Все, она уже был. Там тоже замечательные подсказки. Сижу, играю в Миклнадз, падаю в Гомомер, опять. Вот. Ну только это же не наркомания, и даже не кул-стори, блин. Никита! Ну что, кто? Я ей не виноват. Блин, это все. Ты знаешь, как упортости, ладно тебе придумать легко. Ну что, мне нет. Ну вот, когда... Все, это уже... Мне было 15 лет. Не хочет Аня рассказывать, что было у нее в 15 лет. Хайп. Я уж точно не думала, что буду играть в Милкннадз. Я на тебя буду смотреть 200 человек. Тем более. Черт, снова гейм-овер. Гейм-овер, опять я устала в это играть. Вот. Это да. Не, ну надо было Бэтмену. Очевидно, надо было Бэтмену. Конечно, надо было там, что-то там побегать, попрыгать. Что вот это вот, вот это издевательство. Попрыгать, не меня сейчас тут везде. Бежим! Что-то, что Коля играл сначала в СМБ-2, который ЮСА. Ну да. Прыгания только до шестого мира. Ну что, как-нибудь где-нибудь она будет. Обязательно, да. У меня уже у самой. Тут, 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 тут. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вот лично ненавижу эту игру только за одной вещью. Плюс еще, ну, если учитывать то, что у нас тут бегает бот, который похож на нас, только цветом отличается. Плюс еще, моя невнимательность меня иногда переклинивает. Я смотрю на бот, да что же не работает? Так, что с управлением не так? Он же другого цвета совершенно. В том-то и дело, меня переклинивало все время. Я, я сижу, играю, так, знаешь, когда одно и то же, по сути, делаешь. О, где я? О, я здесь. Да, у меня так уже было, когда какой-то из этапов. Только нужно поговорить. Два. А если еще его поставить, очень долго прыгать на батуте, он там будет очень весело переворачиваться. Да? Да. Сейчас, если я найду такое место, где я... Ладно, ладно, подожди. Ладно, подожди. Смотри, вверху. Ладно, я хочу. Но потом. А! Реквест на батуте. Ну да, надо на него... Тут, наверное, не получится. Надо на него встать и потом подпрыгнуть, чтобы он вертикально начал прыгать. А если ты, как бы, с разгона, то он прыгает вперед. Это на первом уровне можно сделать, точно. А, ну, здесь, в принципе. Какой мне пришел, картридж, рогман, 6 в одном. Да. Понятно. Там больше слов нанесусь. А, у Пашки такой же есть. Да вообще, крутой карик, если бы не 30 жизней. Да, 30 жизней. Ужасно. Так. Дамка, привет. Еще раз. Так, ладно. Нужен батут между двух кирпичей. Как лучше. Ну вот наверху можно сделать. Так стараться ему туда прям движить. Здесь прыгать нельзя, да? С лестницы. Эти грузиками прыгать. Давай. Ужас. Так, что-то вообще какой-то бешеный течет. Какой-то скоростной. Там уже не заберется. Да все равно. Давай реквест на батуте. Что-то в батуте. Таким. Ну да. Ну посмотри, какая милота. Как можно увеличить эту игру? Милота, милота, милота. Неважно. А что так? Да, просто когда немножко разбираешься, понимаешь то, что вся эта милота программируется элементарно. Один бит. Нет, всего лишь два каких-то куска там пикселя. Нет, это один бит просто, который меняется. Ну два бита на самом деле. Меняют повороты, все. И так сидишь, думаешь. Ну где стык? О, нифига себе, что умеет. Да, там все. Физика. Да, физика такая. А тут. Уф ты, когда просто вниз нажимаешь, он такой смешной. Как усы шевелятся. Это не усы, это ноги. Вроде как. Да, да, ноги. Ну а вообще, то есть если так вот медленно играть, то есть можно представить, что это усы. Так, скажем, моя, видимо... Аааа, прыгнулся. Он прыгнулся, да блин. Паника. А так красиво ведь. Ты перепрыгивай через него сразу, не в обратную сторону. Там, я долго думаю, когда он, знаешь, вот этот лежит, крючком там, типа это, Бобик сдох. Я долго думаю, что ну, ну, все, короче. Надо подпрыгнуть просто, и он подстанет. И он встанет, я в курсе, но я вечно туплю. А потом прямо и через него сразу же. Ой, господи. Да, вон, хорошо. Ватаре 2600 было. Ааа! Кошмар! Во, молодец. Это как сразу, да, поторопилась. А еще можно с другой стороны подойти, если что. Ну, зачи-ч. Да, это было бы, наверное, проще перепрыгнуть его, а потом уже взять две, два фрукта. О, прогресс. Да, кстати, действительно прогресс. 4 спрайта. Ну да, 4 спрайта, если режим выстрелы 8 к 16, по факту обрабатывается всего ничего. Оу! Мммм! сейчас врага прыгать туда-сюда жизнь дает а по-моему очки дают за какое-то количество очков дают и жизнь да может быть и может так и вращаться и ну как же так так эх а как же уже 11 с каждым разом все дальше истории все нет и нет первое папаше слово я тебе выбираю завладела давай историю с этим словом завладела такой заковыристое слово я его выбрал из чата арпеджио не только на ум пришла идиотическая просто песенкой пришла и оторвала голову нам завладела что нет истории завладела нету не хочу другое слово другое слово батл тот что какое другое слово ну например какое-то такое слово классное я могу придумать но если я сейчас включусь то это будет просто это плохо то есть как бы понимаешь вот вот как бы если не это самое то как бы и не без того как бы это вот а если вот то то как бы не того и этого но можно было бы в принципе но нет так вот да вот можешь выполнить с мышью да вот отлично так тут спрашивать другая игра будет но судя по правилам нет ну как бы ауди все третья игра до после этого еще мы до пройдем чипа дэла нам не хватило времени на прошлом стриме давайте будет это какая-нибудь не знаю предпоследняя попытка потому что долго в мурыжить эту игру всем это тоже не вижу смысла но я думаю да начнет предложение семи слов я обсказалась наверное 765 что эти кончилось время на бонусе да я там упала просто ах 777 всем слов символ никито сыграл в молодую индиану джонсу до легитимация легитимность давайте поговорим о легитимности то что у древних это слово было означало том что ты имеешь право данное тебе богом он у блайнда отличная история семи слов а это догадываешься какая аудиосерфа то не очень давно тоже выясняли в самом начале нет это молочником веселым да ну вот же как говорил коля на лайфбаре в кавычках написано же мелко тем не менее уже две офигетительные истории история просто лишь не другой нет ну вот если ты вот понимаешь сидишь вот то есть вот бегемот вот стоит как бы там на заднем дворе вот а ты так фуфайку надеваешь так вот берешь открываешь самовар наливаешь водочки выпиваешь садишься на бегемота и улетаешь в космос как бы это нереально в наше время да а вот так это вот тогда вот да да таких сильных антидепрессантов почему ты не можешь давай сначала действующее лицо кто мудак ой ну ладно но завязка теперь чем все же может прыгать прямо нормально прыгать физика говно вы греха вообще два слова на концовку остается не она это у сполна списано нет я так играю нет последняя попытка тем не менее вот и давай тогда постарайся а до 12 уровня о механ михалыч реквестирует реквестирует кулстори как я фантомаса смотрел что-то я не знаю видимо в этом ну короче в общем пацаны вообще народ недавно ходил в кино там короче джейсон стэтком он короче фантомаса ловит вот и там короче какие-то французы там вот такие ты 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 и джейсон стэтком вообще прям отыграл молодец да ладно просто атмосфера не то если бы рядышком был еще легкие позывные скидайте болты немножко кстати он написал что он уже целый месяц я я просто представляю я чувствую в цист меня в личике порежет после этих слов так как я просто представляю почему она на стримы не выходит потому что видели как ломка у каких-нибудь наркоманов происходит в цист точно так же бьется вот он давайте давайте позовем в цист выходи я там кстати блин где-то с полчаса может быть еще отписывался да выходи ой господи я каниколь не нюхаю вы 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 клевещите на меня у меня волшебный глицерин я глицерином паяю просто водой смывается это дешевый сердито да да я платы водой мою нормально как как бы это страшно не звучало для некоторых а ну ну и а хорошо гидрозина если бы я знал что такое гидрозин не к сожалению как говорил наш один преподаватель по электротехнике штупить маленький да он так английский английское произношение у него такое было веселое штупить маленький ммм ммм блэн пусть сделала так что бы он где нибудь там вот поролся нибудь вот мелкий о но он сам так залужали оу 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 мега меля понесло так так все все у меня все у меня все у меня все у меня уже горит у меня горит пониже спины все ой 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 что в чате пишут ой как же горит позже я сейчас не переигрывал да ой как же горит позже человек только заметил опа мил клевел то кусок льда уже несут просто да 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 ух ты но на и 100 давай это уже близко другой стороны давай с другой стороны попробуй с другой стороны ну что это уже повесть какую-нибудь наркоманскую не ну дальше она сове чпд уйдет все уже говоришь все этой игре ну я просто она не вынуждает меня стараться что-то тут добиться что-то тут такое это так чисто блин тут же на двоих по-моему можно же тут по очереди ну вот так чисто просто поугарать или когда такие хорошие моменты выпадают там зажимает действительно какой бы такой давай давай у них не понимаешь ты ничего говорят покажи секрет мелком нас там кто-то писал там кто-то что-то писал что надо зажать что-то на втором джойстике потом на первом джойстике не знаю найду или это сообщение а то надо удерживать вправо плюс бы на втором джойстике удерживая зажимаешь влево a плюс b и селик на первом джойстике жмешь старт смогешь сейчас подожди я пытаюсь разобраться под один это а это в паузе надо сделать теперь пытаясь уехать как настроить тут второй джойстик на какие-то кнопки на клавиатуре просто нужные кнопки поставь так теперь их надо вроде у него у у меня им паузе удерживаешь это на первом или на втором джойстики это на втором нет и ты можешь просто на клавиатуре переназначить кнопки не просто менять допустим между первым и вторым не надо вы через машину ладно ребят я спалю этот секрет давайте не будем мучиться там просто выползет там выползет сообщение типа версия игры такая-то такая такого-то года такого-то числа байки q-q псевдоним кикута масоки одного из программистов хатсон и что там ничего особого и большинство игр которые он писал содержит именно что-то наподобие такого сообщения в общем тогда я думаю что это прекрасно просто на и прекраснейшую игру можно заканчивать останавливать ну да и мы тогда перейдем вскоре к чпдл что ж народ вот мы и возвращаемся как раз на том месте где мы и закончили прошлый стрим пройдем и пройдем от этого до конца смотри тут и упреки вообще если долго стоять что-то смотреть да и нужно что-то умеет пушку то него я не только дэйла решает чипа дальше спущу пока такая неуверенность а да тут же этот пол господи ты помнишь ой так я тем временем зачитаю слегонца вопрос давай а почему только хак чпдл и решили перепройти а ну потому что мы в него играли не доиграли на прошлом стриме бенали сити мы потом доиграли хочу там еще черный плащ был который с клювом с этим ну не знаю мне не охота играть с самого начала это можно также до сейвом дойти до него мне кажется тоже не так весело блайнда был очень большущий вопрос интересный как вы оцениваете место евгения негина в классической русской литературе и влияние этого произведения на эстетическое развитие личности в россии что она лично для вас что он но лично для вас другим бы было общество если бы этого произведения не существовало вообще зачитай еще раз честно вообще без понятия зачитаю все-таки еще раз как вы оцениваете вместо евгения негина в классической русской культуре и влияние этого произведения на эстетическое развитие личности в россии не я не знаю какие-то холодные нравы в общем давно замечается не прости не никогда в общем вот что я это такое ты неправильно делал надо было бы становиться так да ну зачем же ты прыгнул я хотел не взлетел с тебя я тоже наломаю дров взлетай или не сюда не сюда да я не очень так собаку 1 и с вашего позволения я отвечу на вопрос блайнда даже на 3 плавали милая лично оценил нормально нормально для меня это произведение короче еще отличная книга нормально мне книжки по программированию держат они вот так вот вертикально стоят но падают но она так вот лежит и держит одна маляка сюда вообще что было бы общество не общество акции 林 года в год не меняются тысячелетиев тысячелетия она не меняется она остается одним и тем же меняется технологии а сама общество нет я все сказал ты че убить его так не мог когда умирал ай что ж такое то ваша тушка мне мешает берите стой стой делите так не хочу жить почему-то тут он сдувает тут не сдувает я по привычке мне поделать что кривовато это все сделано скользкий полно дует отлично непонятно как у хорбкором а кто лучше чип или т.л. у меня с детства д.л. как он вживо вжик мужик вообще вообще мужик ну да точно давай ладно а что это такое там лестница с дырками так все собрались и пошли шатать давай ты первый спасибо но не меня улыбается все происходящее на экране так как как игры называется ламакс ламакс версия 1 2 что-то все плохо как-то воряду еще вопрос от этого человека был сразу же будет ли когда-нибудь в киномании или дэнти фарева прохождение игры даркой так и гуанс advance это то что дело серга я не знаю и богу не знаю нет серджи он нет он сделал он сделал по моему этот в господи анс или нюанс анкет анс анс вроде закладывала снова кто-то там поделал до ума доводил то ума а наверное в него играл да 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 все там даже до последнего уровня дошел спокойно но спрашивали будет ли прохождение но надо интересно людям можно запилить ну и все больше больше я ничего не вижу вроде бы да и все blind развивал и пошла полемика ой господи от евгения онегина но не то тут не соль когда вообще тематики полить его разведений да кстати ворон ласт я не буду зачитывать этот вопрос потому что с гаечкой это настолько заезженный вопрос что даже неприлично у меня была другая фантазия и какая я всегда хотел быть таким как ракфор усатым большим и всех нагибать надо и интересно куда кидать этот шарик а по нижней части можно до нижней он не достанет да я про матычек спрашивал слышали ли мы про лу е зян зон чего-чего ну какая-то китайская игру лу е зян зон не знаю такой ну лу е зян зон господи не сам не знаю впервые слышу небось какая-нибудь зельда портированная супер нинтендо под тендик пока не знаю конечно вдвоем здесь было бы намного проще с парочкой жизни и эта хрень попала мы не надеюсь главным боссом музыки не будет то то что этот проигрыш как помнишь есть тел спин вспомнить там когда уже убиваешь этот корабль потому что такое надеюсь вот это не вставит никуда не хотелось бы что вот настолько все вот копировал прям тел спин все-таки но в звуковом если вы не мешали бы сюда или могли бы это сделать и не знаю просто надо из разных игр музыки их ништяков это было бы здорово так это я залагала да очень много и стал спина сперта да слишком музыка и так это вся весь саунд абсолютно так давай ты здесь обычно первый себе музыка и так далее ты не врети ты не врети хотя надо было на змею оставить ааааа теперь я упал мутоциды тебе надо было му ну теперь знаю мутоциды я стою ты пробежишь не да кроме пока сюда что это такое я не хочу ее я пошла туда а подожди дожди стой да не допрямо какая неприятная штука этим с минусов данного хака сложность но это скорее не минус это фича ну да сейчас много таких а как и делают именно сложными а зачем делать простые например ну почему вы кота феликсы не хардкорить механика я даже не знаю что то можно хардкорить сделать намного меньше power up хотя вообще убрать или вообще убрать да это уже будет намного сложнее самое самое смешное вроде бы код феликс простая игра пройти и долго не мог вот именно последнего босса умудрялся не понимать как как вообще угасить цирк я по-моему с первого раза его прошел а отсюда надо надо на устрою у портрета у портрета не дамажит когда она рассыпается ай я только завтыкала на рождеила у нас больше жизни не было вот это плохо все значит опять идем типа аккуратно ну типа да дубль три или четыре может четыре по-моему не ну батмен как бы... батмен нужен бетмен нужен только любым компłem нужен relação эхххaces убалдели не убалдели не не надо в голову бить да я... Костя, вот это тебя плющит. Круто. О, норм. Вообще люблю такие штуки. Да. Ладно. Конечно. Отлично. Не стреляю. Лапкащик, я просто лапкащик. Ну вот разве что так. Ну или так, да. Получится. Все, собаки. Нет, ребят, не получится. А, убей. А что не получится? Да. Бэт. Как это? Ну вот так. Ну только на моем канале, я же говорю, ребят, так что ни-ни. Ай. Возможно, ошибаюсь, но вы, наверное, сильно торопитесь, поэтому, наверное, много ошибок, пишет антиспам. Да мы просто особого уровня не знаем, поэтому, скорее всего. Ну да, мы как бы его пробегаем, то есть, ну, это не сложно, но так, чтобы запоминать какие-то моменты, ну, это значит, видимо, еще не тот момент, который можно было бы запоминать. Не, ну, с каждым разом вроде все лучше. Вот сейчас, конечно, были пара глупых смертей. До этого вообще неплохо шли. Ай, здесь нужна твоя. Да я в курсе. Ай. Так, вот последняя секция. Насколько у нас жизней. По нулям, шикарно. И по одному удару еще. По-моему, тут это не имеет смысла даже. Если мы только желуды не найдем какие-нибудь. А мы их не найдем. Я, блин, подарок. Ну да, она самая. Да. Ай. Да и я не лучше. Игре Хана. Я, блин, где я увидела... Впервые, короче, познакомилась с этой чудной фразой Игре Хана. По-моему, это был... Тэкен. Нет, нет. Не Тэкен. Нет? Хана. А, ну вообще... Может, там не Игре Хана, а просто Хана было написано. По-моему, как раз вот в этом режиме, когда надо идти, борются, пожараются. Ну вообще, блин, что касаемо так-то, ты прав, но я... О чем я говорю вообще? О чем... А где-то ты видела... Сыгры Хана. А! Этот... Аба! Аба! А-а-а! Шутер! Да, блин, там-то скользит-то не скользит! Так вот я говорю, криво сделано. Но в каких-то местах скользит, в каких-то не скользит. О! Тебя опять плющат. Давай. Ай, пухло снесет сколько-то. М-м-м-м... Ну, из переводов оригинального Чептейла тоже было и Игре Хана. Да, они оттуда, видно, скопировали. Абадокс! Извини. Ну, скопировали и... Абадокс? М-м-м. Там в переводе Игре Хана или что? Да. Да, да. Нифига себе, у него перевод есть еще. Или... Блин, где... Или миопадокс, черт! Я уже стала начинаю сомневаться, где... В каком-то шмапе. Стой! Да. Это стандартная вещь. Не хочешь... Не хочешь перехачивать ради одного титульника. А зачем переводить игры, где пять слов и они не важны, в общем-то? Да это, как всегда, бывает первая работа у кого-нибудь. То есть, кто-то пытается что-то перевести, и там, знаешь, ничего не сжато, то есть, все открыто тут перерисовал. О, смотрите, я перевод сделал. О, да! Я классный. Вот... Вот как-то так. Вот, а в принципе... Типа ради тренировки? Да. Ну, может быть, тогда еще ладно. Поэтому эти переводы всплывают. Вот, на ту же самую... Блин, вот надо в Mission Impossible и Sweet Home перевести. Я вот Sweet Home со второго курса хочу перевести, у меня руки никак не доходят. Потому что игрушка крутая. Я на Sweet Home, пока играл, несколько кирпичей наложил. От меня так ничего не зависело, Дейл сам появлялся. Извини. Ну, да, да. О, Михалыч, Паук-перевод это... Просто самая паршивая... Ну, что грамулина. Сколько? Один-ноль. Играем дальше. Ага. Не, че уж, давай уж. Закончим начатое. Все. Sweet Home. Милый дом. Угу. Этой игрой вдохновлялся создатель серии Resident Evil. Я забыл, как его зовут. Неа. Да? Да. Потому что там элементы остались те же самые. Есть группа, есть большой особняк. И мы должны выжить в нем. Угу. И там собираешь предметы, идешь. И притом там такая атмосфера, понимаешь, вот этот АМС, атмосфера и музыка так давит просто. Вообще... Крутота. Там даже есть вот этот элемент с открыванием двери. Ты подходишь к дверце? Ага. Вот, так что... Надо будет как-нибудь пройти, я пройду на стриме как-нибудь Sweet Home. В Бенале Сити есть уровень, который называется Sweet Home. Самый ужасный уровень в этом хаке. Знаешь, что самое парадоксальное? Sweet Home настолько... Ну... Блин, сама картина, я ее посмотрел как-то... Она... Просто настолько пахнет кином уровня... С кинцом уровня B. Да, а то и... А то и ниже. Нет, ну в принципе смотрибельно, но... Но очень спорно. Очень. Но игра, при том, просто... Седевр. Вот эта жрпгшка, но атмосфера... Та-та-та-та-ра-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Нет, музыка эта... М-м-м-м-м-м... Вообще просто. Да, синдзимиками, вот. Спасибо. И па-куман. Синдзимиками. Тимплей. Да уж. еще и помню эпическую софтину круптор не зря помнишь я по круптору в далеком 2008 писал тупор который джинни не пропустила тут ничего нет ну чё давай убиваем картине михалыч переводик на самом деле можно было сбацать но все-таки круптор он функциональность был потолще ты жирный я нет да у тебя о отлично ворона лост сформулирую вопрос точнее он просто спросил какая была самая первая игра в кубоке но что-то на аркадных автоматах скорее всего чё там было ухта это же из этого и что мой джерри ах ты ломок да конечно странное видение у него нинтендо очень странный ты имеешь виду вообще обо всей картине как что происходит на экране что скрут что ты тоже была удивлена почему как-то не знаю самая первая игра в кооперативе на приставках ну это чё-нибудь уже а так понк уже понк ну у кого-то это был понк у кого-то это был а или это у нас или вообще самый я сам не понял вопрос по этому если вообще то это скорее всего точно понк ну в кооперативе тут скорее против а именно в кооперативе ну лично у меня в кооперативе была какая-то на первую плойку там надо было играть за бакса бани и таза вроде вот если я ничего не путаю вот там вообще просто сочная игра была там просто куча головоломок была платформер платформинг тоже вышка был вообще просто пушка помню столько мы в нее играли столько как ухла матка ну блин а покатушки тут веселые что его сделал? что он делал? ну посмотрите на ломакса как он мастерски не переписывал аи а взял просто уже готовый перса который отстреливает о ну давайте скруджа вставим это же логично а ты посмотри как на фоне от таких обоев просто черные тоже красочно смотрятся достаточно да действительно зачем переписывать таблицу атрибутов ладно неважно так ой музыка из чудесных виражах и боже это что это табуретка или что штука штука червя это джин да познакомьтесь это же история что хаки и все такое ужас что сам ломак все ломает а чип и дейл спасает свою игру от ужасного ломакса что-то такое ужасный ломакс соник вообще они мне испортили все просто восприятие соники да ну че ты меня там прижал ну так получилось да да блин ха 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 ул ха 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 о � потому что точно такой же кривой неправильно нарисованный шрифт в том же самом переводе и был до двойной урок ребят когда-нибудь пройдут ищет не пить а чем все уже надоело уже снаю и блин тут остался то вот последний уровень наконец-то было им дождется того чего он так долго ждет блин да наверно сверху да там так хорошо спрыгнула я вот соника на прокат не смотрю принципиально потому что его провайдера звучит да не только провайдер там же знаю он вроде бы монополию свою организовывал там всего на свете озвучивать потому что санит из мальцев и варил взяву фэйвари джейм у сайт home а вот точно забыл совсем спросить его не про dragon's crow корона драконов маня я понятия не имею о чем речь окей ну как понятия не имею по крайней мере сейчас мне это ничего не говорит мне надо приседать от джима он умирает вроде как это на тебя приземляется ката в ящике еще и стоп гейма звучит причем все сезоны ой не 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 я принципиально не хочу смотреть знаете почему я не люблю соника и с провайдером долго сорался так сказать переписках спрашивает может вам в оригинальное поиграть а то что-то скиллом не блещете так это все стран так блин действительно и мы здесь не собрались блистать своими мы просто играем фанюси не знаю не знаю еще если вам прикольно как тренировать еще ну я не знаю каждый как тренировать вам задолбаешься это был действительно стоящий а минус инфинити я как когда-нибудь мечтаю а я переслить дактайл совдалю за тренировать нормально пройти эх как не любит соника то элементарно он мне не нравился они все любят соника просто надо к этому пыли что мы здесь делать не ну я согласен у меня в детстве впечатлил соник и наклз как первая игра я просто ну учитывая то что когда у меня сешка то появилась просто смотрелось супер круто вот это сега вот сравнение с бедной супер нинтендо съезд супер марио уорлдом вот это вот это вот это вот это графон ну а чё тут кто бы кто-то спорить будет что мы в тесто да и плыла в тесто и все в основном искали консоли где графон валил просто тащил по самой не балуйся в сонике наклза там же вообще вот тут но потом когда я осознал что ух как прикрой жесть понял что не мое и не люблю все очень забавно так работает это какую-то сторону прокатывает но не знаю не знаю не знаю да скорее всего это этот коллижен просто считается снизу спереди и сверху а сзади зачем его просчитывать ты же задом идти не будешь надо найти же тучку в которую ты будешь пиливаться и вот и поэтому только так ой ой фортануло да блин кстати по моему было как раз то место где все прям говорят сложное место в чпд или конвейер ой ух ты ты видела ты кинул ящик и вместо того чтобы я от него ударилась и как-то ну небольшим прыжком в общем перепрыгнула по моему в прошлый раз было что сзади или спереди можно что-то кидать ящик или как-то так где то можно в общем ящик кидать вот ребят ну это я не к вам а к чату тут человек пишет мол ой сейчас раннеры на андроиде вот все дела раннеры блин настолько баянистый жанр что даже говорить страшно он яркий пример я стримил как-то у нас на субботний стрим вообще никто ничего не готовился думаю ну а че бы не пройти игрушку которую я ненавижу с детства токси мэн вот там раннер просто 98 года удивительно что игра хоть чисто вообще реклама пепси вот по все рамки но игрушка цепляет очень сильно особенно своей наркомании ну русскому человеку не понять наркоманию потому что она в японии была там реклама же была да и вообще у пепси в японии же этот пепси мэн так сказать господи как его называют талисман говорят пепси просто мужик который точнее там все рекламы начинаются боже боже мы пить хотим мы пить и прибегает этот мужик под эту эпическую песню пепси мэн и все пьют все таки да боже чтобы мы без тебя делали вот вот собственно вся соль этого раннера упиралась как раз так лежит надо было убежать и всех на треть ну в основном мы не поели всех а сами пили но мелочь бред был в том что ты добегаешь все равно до автомата с пепси сам пьешь а люди все таки типа умирают от жажды боже так да это забавно было вопрос ведущему гостю а так каждый из вас как относится к хаком или пародийным версиям игр не ну я в принципе хорошим хаком отношусь хорошо к плохим отношусь не очень пускай будет опять упомянуть sonic но я так все-таки любители его фан и все такое в общем видела годная есть классный поэтому хорошо я вспомнил одну крутую вещь которую 2008 году появилась вот есть так посолуха черт ну я в основном к хакам отношусь отрицательно но 2008 году меня очень зацепила вещь как раз таки называл был портал такой назывался бед хакс 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 вот и на нем в общем публиковали всякие хоть типа супер нацистские братья марио или что-то в этом роде там металл qr есть переводить на русский типа металлический и вот и там просто перебивали текст там реально ума то было особенно и конечно это на уровне шуточки на уровне 3 класса когда у скриджи магдака трость заменили на ну вы поняли вот все хаки собственно строились на этом а давай я буду мешать скролингу а ты будешь проходить просто а я вот но я не знаю даже что делать там еще кто-то будет а перед слишком до пошел взялись я же все жизни слили вроде неплохо ну боже зато вдвоем до сюда да но я да тут нигде так здесь ящик блин я зря запрыгнула я думала почему-то что-то здесь она прыгнет вон наверх ух ты тут штука нам ты там блин ай соник ой пошло извращение с этими прыжками здесь ну да вот это вот не надо было делать совершенно ну давай тут вести себя теперь исполнение ну почти ведь классно блин а с каких моментов клево играть вдвоем в коопе с кем-то в общем там походу надо доходить с парочкой жизней до туда а то там ад начинается блин я вот не подумал черепашки же всех черепах играли это же граф с коопом господи с таким блин толстым так вот тут человек писал распаковываешь архив с игрой а там бац и ловер 9000 дерьмо хаков ну на самом деле есть один ром сет один чувачок делает при том он основном его делал для флеш-картриджа и он отсеивал эти ром всякие плохие дампы ромов всякие ловердампы не дампы неважно с тренерами без тренера чисто одни устраивал и я не помню на каком форме по-моему это в геймсе оседает этот ром сет поэтому погуглите как-нибудь вот как то так и вот был еще один вопрос какие вы знаете непроходимые игры на донде кривой баланс управления и прочим непроходимая а конечно маграта была на дефе когда вот они сложности гортон у них топ там была одна игра непроходимая я забыл там что-то какой-то какая-то леталка самолет не помню там или в общем там есть то ли шутерная часть какая-то в общем если ввести режим но на харде она не проходим поскольку там не хватает даже кадров чтобы успеть всех убить я помню меня и когда попросили никто сдавать first run и линз 2 с fds а вот это вот вот это вот кривое просто вода стал консайт вот этого до конца и я знаю одну игру и притом притом ну блин не хотел спойлерить не хочу спойлерить поэтому нет не скажу что это за игра потом все увидите а часть как же не убиваемый шреддер ну не убиваемый шреддер по твоей пугать я про эту проблему никогда не знал никогда может 3 черепахи у нас были все нормальные мы проходили без каких-либо зовут у меня была именно такая вот знаешь чем прикол я я до сих пор охочусь на эту версию игры месяц чтоб черепах есть еще нету такой версии да ладно либо за на ксихак либо полноцетных критички даже не знаю гады икси не видал давно я не мониторию там денег нет толку даже вот такие дела не мертвы есть хотя на самом деле даже случайно попала мне этот санчес подогнал этого гейми лично чаш да блин я ж так не смею я хочу достать крузис форс он хоть непроходимый но ужасно хочу достать познаете почему он непроходимый потому что копирает а там жаров кризис форса ну к нами же ну суть чем там если отсутствует на титульном экране сама надпись типа копирает к нами ну да какой-то год сам отсутствует на титульном экране то ты проходишь первый уровень и зацикливается на этом первом уровне а да она как это шаттерхэнни там был зацикливать но там он зацикливается на самом деле не из-за копирайтов из-за того что пираты решили но до уровня сделать другой порядок порядка просто по порядку выставить решили убрать и ошиблись накосячили в математике мы протестировали нифига ну да ну как это сейчас буду проходить непонятно это нереально но салбрейн тоже то что она непроходимая тоже уже боял такой а еще же и то есть которая в golden x на дэнде это господи колбан x4 но он как-то назывался забыл оригинал то тоже говорят только как эта платформа то ли чего я сам не играл на этот все играл я помню я для притом давно играл наверх лет 14 назад я помню только то что там действительно похожи до какой-то платформы точнее до уступа и не на нее просто прыгнуть нереально просто нет странно было тогда ну что это такое подвозь я думала ты будешь побыстрее чтобы успеть скинуть на стиле ящик чуть-чуть содержался не проскроился экран его жизнь да кстати ребят спасибо то что подкинуть стена оксас я макс а вот да вот он мои игришь и свои ребят ну зашло нельзя умирать одновременно наш пока без жизни идем а ну да без жизни я одном добром ой ой да я думаю может быть оси я тебя возьму на руки кого будут дамажить тебя по идее меня и потом ее откинуть может тоже то есть приди этим я могу тебя взять на руки и протащить попробовать это твой ответ хотя вот сам ящики надо убирать да по поводу глюкнутого франкенштейна кстати санчес писал то что там тоже опять кривая конвертация под другое железо да блин мне не нравится как вот ну я приводил к баталксу да что такое стой 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 подожди стою не допрыгнешь но да все и мне две жизни ухты вот-вот видел на то вообще на них ребята можно ходить по зеленой полке рядом с конвейером не обязательно по ленте щемится лишь человечек про тени знаю где это по верхней полке вот там ходить как же там ходить не дизайн не получается там ходить здесь уже можно опять нельзя что прыжок по заколыристи не знаю самая лучшая пара главных героев на данте где вообще спрашивает человек как это жабы на праведных там трое народ уже тут шутки отпускает гайбин и птица самая лучшая пара братья марио что ей надо конечно совсем баян ну давай вот так ну да ограничитель там жизнь вот на помещике где ты стоишь ого напугала лося напугала авто без жизни пока сейчас мы его сделаем михалыч треворы и хифы не было на донде фред и барни вот согласен за пиа вульфом фред и барни ну да хорошее не на то что прям лучше ну лучшего ничего не бывает в этом мире надо с этим смириться есть одни из лучших в кавычках хорошие а я не знаю господи не служит бриток лисицу спокойно реттл н ролл да блин полно парных персонажей палки все хороши чем-то капитан америка и ух ты зачем-то так и капитан истерика елки-палки в этом народе куда блин какой же я под сердцу еврею свою берешь картридж там фотка на картридже была из этого разве бэтмен фарео плаката шумахеровского и ты такой бурен чё за робина поиграть блин тут и дву лица есть блин приходит домой там поэтому возвращаются какие-то пулы ты сможешь дожить соку тя 0 блин я упадаю не ну наверно лучше попытаться все таки пройти так вот стану я не представляю как сейчас мы тут вдвоем будем скорее нужно один на руках другого тащит да ты представляешь если вот здесь вот даже прыгать ты биться будешь все равно как груз считается на да блин неё впиливаешься там непонятно во что впиливаешься во что не впиливаешься цветом другим пометила чертовы хайки ну первая версия этого хака конечно же есть помнишь мы тоже запускали как-то ну да 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 там первый этап там все сдохнуть можно я еле прошел первый уровень да что он блин ну конечно я а я помню кстати когда пера запускали мы запускали с динамиком да он мне вообще об этом хаки рассказала и в общем мы спидранили с ним классно там на этом моменте жестко было но прикольно то место надо на шариках пролетать надо прийти туда с двумя жизнями по жизни слетия пролететь не мучиться ай ну ты меня подвинула да ай ну и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Летей, летей. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И что, это я его задел или нет? Без понятия вообще. А вот теперь задел. Может она вообще не задевает? А ему по роже пить надо. Слушай, тут походу он просто будет внизу всё время, и тут даже не надо таймер подбирать. Можешь проходить внизу смело. Ну походу да. Хотя я не знаю. А в чём фишка вот этого уже? Лол. Ну он до этого нырвал жопу, а теперь... А теперь чего? Ну а теперь он просто кусок вот этого вот, что там вот двигается, и всё. Давайте я буду озвучивать Ломакса. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Роже реально напрашивает его. Словно. Сколько мне его бить? Ну, недели две. Я не знаю. Да зачем в руки кидать-то? У нас же тоже мигает они винил. Ну не, палитра просто одна и та же, поэтому и мигает. То есть там чисто на палитру? Ну да, просто берёшь палитру, там какие-то цвета меняешь, всё с определённой частотой. Вот тебе мигание эффект. Элементарно. Говорят, игра сломана. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не победим, я не победим. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что за хрень? Коля, грузись. Коля, грузись. Пожалуйста, грузись. Так, а смысл? Он же не убивается. Ну, мало ли, вдруг убивается, там у него 255 ударов надо донести. Или 65... 536... Так чё, это был баг, или это что было? Давай попробуем просто, может, у него там реально порядка сотни ударов. Сотни ударов? Да ладно. Ну, я не знаю, а почему бы и нет, он там завёл. Одно значение на это целом. Но всё-таки вдвоём было бы проще. Там вот так был пинг-понг какой-то. Потому что проходить это, чтобы... Знать то, что... Сколько, кстати, было нанесено уже? Говорили 25, а до этого, по-моему, 9. Когда я начал думать, сколько же, что же мне делать здесь. Мне казалось, что... Он же 9 раз его ударил, но какого френ он сможет? Я так думаю, у него раз 10, раз у всех боссов 5. Чё он на последнем ударе сломал? Ммм... А, чердак считает... Твоя цемнирука должна была летать по экрану. Ха-ха. Аккуляторы... Фух, на-ка, ну чё-то. Дев, ну, реально, а может быть. Чё ж рука-то? Так, ладно, я понадеюсь на Ютабий. Не, ну я думаю, что всё-таки это баг. Непонятно, почему он произошёл. Ладно, если бы он направлялся... Угу, хотя бы там влево, там по центру, так вот и вправо именно, хотя бы подлиннее такая, ручища такая. Экс, тэкс. Чип. Я пока пойду, могу пойти кофе поставить, да? Да не, я думаю, можно начинать сначала, потому что это бесполезно. О! Что-что, всё, да? Подожди, я, стоп, подожди, ну-ка, мне интересно, ну-ка, это прям опыта... Это только с этой стороны работает. Ясно? То есть вот здесь вот можно, компьютер он... А, только сама голова бьёт. Да? Нет, там просто, видишь, острые. Острые что? Острые что? Волосы острые. О пиксели ударился. Да. Ого. Не, в нос, в нос, нос его задевает. Ты тогда не лучше, блин. Короче, его рандомный пиксель задевает. Так, а это вторая версия, да? 1 и 2, да. Ну-ка, с турбу кнопка не работает. Ммм... Всё время подбрасывать его. Ну-ка, 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 ну-ка. Ага. Ну да, в общем, нос и щека вот где-то в том районе. Волосы. В общем, ладно, пофиг. Так, сейчас посмотрим. Надо спустить, пусть беда. Ты сошёл с ума? Блин, я без ящика. Ты са на гаражах. Сейчас. Давай я уйду. Давай. Знаешь, что в чём прикол? В чём? Вторая стадия, у него реально рука зависает, и ему надо просто в три раза ударить. А почему у меня 30? Не знаю. Эмулятор плохой. Так она же делала для эмулятора. А есть смысл ещё раз? Или это пофиксено в какой-то поле поздней версии? Ну, ты знаешь, Виртуанесс он просто как-то не самый лучший считается. А, да. Это может быть из Виртуанесса? Да. Но, кстати, да, вполне возможно. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Вон, этот Гривер же, помню, в своё время мне рассказывал то, как он под B52 писал эту темку. Ну, то есть, со скроллим, со всеми делами он рассказывал, как он под несколько эмуляторов затачивал. Вот. И, там, на каком-то не работала, на каком-то работала, ещё на чём-то не работала. И, как бы, окей, заточил под все эмуляторы, и всё работает. Спустя какое-то время я на железь запустил, и у него работает. Да. Ну, да. И, 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 и. Вон, я даже со примерами далеко ходить опять же не буду. Я сейчас пишу менюшку под эту семиигровку самсофтовскую. Во. Вот. И, нанастопии, у меня почему-то все цвета становятся синими. То есть, они, чёрный, серый, белый. А нанастопии, все синие. ene. Почему так? блин интересно есть смысл доходить еще раз ну если с трех ударов он там не вынесется то я считаю надо дропать это дело и короче как 10 из 10 все никто не обижен да все таки у нас фэрплей это все непроходимое вообще бинари сити мы принтер дошли до конца но по техническим причинам не можем здесь получается тоже что за хрит мы прошли все что можно для нарисить и дальше же тасс я же говорю по техническим причинам мы не ну то есть вот нет это еще я считаю что это за пройдено ну это можно считать как запройденное но вообще на самом деле мы же не прошли я об этом не надо принимать буквально нет блин это наверное уже просто традиция фэйл плей реально сейчас пойти перерисовать очень криво фэйл плей все заставка до следующего выпуска готова не знаю можно с сейвами до туда дойти да кстати мы и проверить можно это из-за эмулятора или это из-за просто случайный баг но оно не так и сижу сейчас смотрю в киберовский чатик как идиот думаю что же никто не пишет да там что-то сегодня никто не пишет ну да господи я я за драгон крон бы уже понять так что-то писали у нас да хочется так 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 зато он вроде жизни настолько жизни потеряла уже ну да у нас уже опять 0 и это все время 0 кстати подожди подожди стой здесь а ну прыгай три человека в эфире просто коля аня никита она туда есть такое никита бедный блин ты как там я зачем не держаться я сижу я сижу троял а речь нет никак но если тяга будто это будет выглядеть так у меня спина просто болит уже сегодня привет сколиуз давно не виделись уже с тебя видишь я нажимаю вниз и а как ты до этого делал я не знаю вот вот так почему я тебе говорю что там не то может быть все таки из-за того то что не знаю интернетик все дела передайте приветы всем всем привет за это 12 сейчас попыток пройти хак ломакса одежда была потеряна да что же вы за люди в чане сидят как-то так ну может это без жизни уже проходили теперь делать ля для тебя сети помогу если тюни sanassa ок я бы что то можно ну вот здесь потолок да там потолок лоут нет как это там ой ухты так это телефон это мы варф нашли скар 0 2 пишет кто из киномании будет участвовать в марафоне контроль но мы с пашкой будем бережись вот уже ответили грузиии как у меня все плохо с этими штуками нет а пойдет пойду-ка я налью стакан воды а то у меня уже все не так неинтересно 2 не так неинтересно 2 блин ну да да это такое интересное место да блин надо возле этих прям сделать сейф стейк хотя бы чтобы я так не вот так не делаю я вообще и шла вот так вот идем ну как так то что ты делаешь развлекаюсь ну это правильно на самом деле я тоже что я думаю что что вот я в землю главу ударилась сейчас дойдем да блин наверх так вот здесь ужасное место у тебя жизни 1 до да там этот червяк джим когда идет он тебя дамажет там стеночка тоже ухты да блин вон орда у нас поскольку у меня одна у тебя 0 все значит идем вниз ты не на одну сторону я на другую я не хочу тебя тут безопаснее чем здесь да давай я пойду на ту сторону давай еще раз я пойду на ту сторону лови да уже славим конечно ты покажешь пошли я не хочу туда идти сейчас сейчас у меня еще жизнь есть как раз для сложного места блин он по-разному все таки поэтому говорю что у тебя тут безопасное место ну вот может быть на доску там ты видел одна рука вверх одна рука вверх улетела встаньте встаньте под носом подождите встаньте под носом и три удара нанесите кто-нибудь ну рядышком чтобы и все рядышком под носом ну а это чё типа типа секрет надо ударить в нос того о боже мой чисто не в лоб вы посмотрите гаечка умерла по моему уже меня на детстве всегда пугало что реально так надо проходить встать под носом и кинуть шарик не знаю я я на ю тубе посмотрел просто чувак подошел под нос встал и три раза кинул и все хрень какая-то ну да но скорее всего там рука где-нибудь знаешь наверху находится и надо эту руку было сбить что-то вроде не знаю кто-то программирует это делом это конечно полная наркомания его хак мертв пусть это будет для него уроком слава богу жаль дурака замнил себя героем нет ему прощения как самокритично ну что поделать так эхо слава богу слава богу но в общем нет пойдет как такой хак такое прохождение так человек молодила серф да но у меня немного времени на подготовку потому что я не все успела треки да ладно еще чем да поэтому мне понадобится время у нас у тебя есть до двух даже даже не будешь надо до двух или как не знаю написала 25 треков ну короче я где-то это время округли то есть это я начну где-то в 12 вот часик я думаю сойдет да 12 так уже почти час у нас же часовые пояса вроде разные так вроде одни нет разы одни но у нас есть 46 у нас все таки не одни да ну вот так у меня недавно все враг не вот с ул из кулынга он не на по идее то сейчас разница как раз было бы нормально а то один часовой поиск как-то круто реально один часовой пояс вот мне на телефоне правильное время до этот 0 просто мало ли плюс 3 или плюс 4 часа ну неважно после присоединения нас к вам принят сказали одно время все и мы теперь спокойнее спокойнее да я на самом деле как-то не холодно и не жарко да и как бы ну как бы там нам как бы ну блин я и сам не знаю что народ пишет о то 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 вот оправдал оторвали кусок хлеба был предмет и я не понимаю и бульон тогда мы заканчиваем самая часть это больше сама или как ну скорее всего да только давайте у вас там 10 минут в общем 10 минут у нас есть всякого лишь минуты х на этот вопрос вопросики под конец простики да ими сутку было видно блада видно 10 минут в отморок был нет нет Давайте я прототипчик новенький соберу, протестиру, Кукович. А то я тут 5 проводов не довтыкал ещё. Так. У меня после серфа ничего не будет. У нас лимит в 5 часов. Больше нельзя. А тут как раз остался час 10. Когда-когда обзор... Никогда, ребят, отстаньте уже от меня. Нет, ну будет. Когда-нибудь. На запуск в Атмана. Это способ призвать Пашу, да. Т-т-т-т-т-т-т-т Т-т-т-т-т-т Сюрпризы на контрмарафоне, не представляю, какие могут быть сюрпризы, насчёт чего сюрпризы. В 10 утра начало, а не будет никакого контрмарафона, таратарата, всё. Вот вам весь сюрприз, ха-ха-ха-ха. Если посмотреть список контр, то будет вполне очевидно, что мы будем с Пашкой проходить, там не надо быть. Донди, Донди, всё любит Донди. Ну, немножко может быть. Может быть, конечно, ещё что-то, но Донди, да. Донди, Донди. Хотя, в принципе, я по контрам, а, на хардкорфсе прохожу ещё. Но хардкорфс не любит. Выводишь. И, по-моему, по контрам у меня всё. Так. Не, ну я проходил этот аппразинг, который обычный режим с прокачкой, с тридцати жизнями. Это так особо не считается. Такс, 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 такс. Ладно, поехал. Поехал, поехал. Процесс. Поехал, поехал. 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 Такс. Что там? В танчике давайте. Сочем? так стоп на чем я остановился я нет я не удалял свой канал на твиче почему а что с ним случилось что с ним не так причем нет народ боится то что не на нем стремится наверное она так это вроде как одна из официальных так сказать проектов киномании пусть и без пашки поэтому это стремится на киномании вот на моем канале смотри митцы всякие непонятные левые секретные стримы которые внезапно стараются не секретными ну да так 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 теперь так хорошо красота господи народ хотите ватмана давайте вкатимся тогда ко мне на канал есть прям так ужасно хотите дух 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 все час чат выдохся не знаю не знаю не знаю так стоп у меня было 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 90 какая-то там 90 сейчас сейчас ребят мне кое-что протестировать надо очень нужно просто жизни не представляю без этого кстати нельзя гайдана там такие всякие разные забавные комментарии еще были не то что я бы я на него злой он меня также как и дабл драгон примерно не особо нравится не охота мне в него играть просто него играть не хотела пашка говорит ну надо пройти второго гайдана и вот предложил мне попытаться порейджить но что вышло то вышло это норм сойдет сойдет все а просто говорил все что мне не нравится в этой игре ничего я особо там конечно не изображал прям рейдж как может быть многие ждали ну да так так 15 15 15 стоп я считать не умею молодец помню ну то вот что вот кудаeng но не понял в почему почему что он не сделал battle tos и battlemanix раз таки что не сделал не сделали нормальную игру вот в сторону свои три копейки я считаю ну вообще любые там попытки выхода battle tos какой-нибудь другой платформе были унылыми за исключением разве что аркадный аркадный потлов они там более-менее еще норм не ну когда закидываешь 40 контов туда ну это так вот эти этом два конта на мер день хватает но не знаю как бы ты был рад этой игре не ну я в том плане сам геймплей на геймплей веселый монетки монетки это все-таки уже проблема самих эмулигаторов вот но все перечисляет все игры которые мне нравятся но принц персия мне не знаю не он как-то скучен мне он тоже на самом деле пытался у него 40 раз поиграть в детстве люто доставлял на самом деле потому что потому что интересно было что там а там что а как вообще ведь при том тот даже не понимал как взять меч дурацкий там подойти в один пиксель есть я тоже у него еще на на дось играл давно-давно ой еще у меня дэнди наверно было где-то в то время я играл в него на досе так конечно это было круто да я не застал дос и вообще потом я в него пытался играть как-то во времена сеги когда у меня была сега что-то меня так достал какой-то момент а по-моему то ли зеркалом какой там там что-то надо было ничего не делать а это в двойник выскакивает какой-то там такой момент есть не знаешь не помнишь нет я вообще не застал дос я же говорю у меня комп появился первый только в 2007 году в общем я там что-то доходил доходил а потом меня двойник убил или там надо было без меча к нему прийти в общем я достала его и все из того момента но мне как-то этот принц перси вообще нафиг не сдался не ну мне принцы нравят нравились вот поездоважные вообще с диким то с большим удовольствием прошел их целых три части ладно ладно и вру две варер и финн я так и не так и не скачал и пока вот у меня не было второй playstation я видел этих принцев там каких-то торговых центрах можно было чуть-чуть поиграть мне тогда да я хотел поиграть в этих принцев а потом вот у меня появилась я прошел первый второй год вор а потом запустил принц как-то вот он уже ну да не пошел ну у меня меня приблизительно та же самая история была только я сначала прошел третьего принципа как потом году вар второй прошел круто как потом начал первое играть принц ну так они круто круто да вот и так вот играл 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 никого не трогал а потом внезапно узнал всю историю то есть что было во времена warrior within вот прошу прощения за свой английский он хромает очень сильно вот там же была война как раз выходил года вар который просто взял в наглую спер механику и добавил кровавую бойню просто принца персии только теперь мы играем за перекачанного мужика вот и тогда же просто в войне еще было тоже то что они пытались просто так сказать переплюнуть готова вар но не получилось поэтому кстати варьер грифины году вар они прям вот ну как считай две капли воды только варьер грифин он не дотягивает потому что у года варжи какая особенность этаж соневское подразделение они вечно умудряются как-то выкрутить графен там вообще какие-то ребята супер спицы работают то что умудряются вроде бы на слабом железе выжимать такие эпичные баталии что но на уж не наденешь не но году вар 2 ну кратос я твой отец вот вот я разрыдался просто рату и концовки со смеху ну что это да разве там сюжет главное да там конечно бой не бой не по сути веселая особенно головоломки некоторые но кратос я творить фырк ничего не скажешь так садик шор проверю оху вы бы видели эту картину смех смеха то просто но все ты была на заспойлер всю серию плавит хочешь расскажу тебе в двух предложениях всю суть всю суть году варов отдала я большой перекаченный грузчик я хочу стать богом я остановлюсь богом да я стал богом а меня свергли ну я и отомщу богом да я пойду снова 5 богом да я стал бог мат и так 4 серии ну ладно ладно шутки шутки шутками я первый это не проходил вторую прошел в остальные играть как-то ну ну ладно вручу и спешную одну прошел за два часа вот у него был прократос ролик был какой-то забавный а бог там я тебя убил дайте мне больше богов кончились боги у вас серьезно есть такой ролик скинешь милану ну ладно хорошо ой господи что я натворил господи ну хоть никто не дергается ну хоть никто не дергается блин а где я ошибся то ну десятое десятая десятая стоп тут заканчиваться посиделки и сейчас будет последняя рубрика так скажем аудиосерф сейчас все будет сейчас они подготовиться музыка на ночь блин ну ты кстати некий если хочешь можешь там это самое что ну ну ватмана чего ты ватмана хотел ну я то хотел да но я могу сейчас на канале запустить посмеетесь что у меня сейчас происходит это реально эпик просто что что я наделал вот 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 я сейчас в брошу если кому интересно пока тут все готовится брошу не висни спасибо вот сейчас запущу шарманку без звука конечно запущу но смеетесь хотя бы так 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 ну ка ну ка ну ка ну ка о чем заводить 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 свеч лично тысяч не заводится просто по царски завелся слава богу или это реально цирк полный собрал называется накосячил с адресами просто жесть какая-то другого у меня слова нет на это все дело пикар не лагает слишком много фаерфоксов открыта и на не лагай не лагай не лагай пожалуйста дня мне в пекарне просто задыхается она пофигу собрал называется что у вас тут там цирк просто максимум баги накосячил с адресами все теперь сижу мучаюсь такие дела ай ну там как у тебя то я-то в принципе уже готова только время думаю что будет треков 20 1 2 3 4 5 6 8 9 истинности награды где-то начать не часик ладно 45 50 минут динаму достать ребят я уже выключил все это дело поэтому даже не думайте потому что лагает так ужасно тут не миро ринг про косячины именно адресация которая с этим миро рингом связано ну ладно тогда чем заканчиваем да мы тогда с никита с вами прощаемся а не сейчас продолжит так все покида всем спасибо что были с нами всем счастливо всем пока пока давайте не прощаюсь ребята в чате отвечая в принципе киберта не отвечает подпишитесь если все пошло просто у меня очень много вкладок нужных пошел стрим пошел да ну отлично так я правда в посте отписывала что будет где-то 25-30 треков но так как время уже позднее я укоротила все до 12 о боже я уже что-то нажала я короче сейчас уже будет какой-то трек а назад можно вот я лучше так сделаю а то как-то не ах громче что голос я думаю голоса будет и так мало потому что основной акцент у нас на музыку так что вы кстати если что кричите там громче тише то есть я за чатиком вроде как слежу а и это тоже не то назад хотела я начать с первой так где вот даруда да михалыч здравствуй отдельный такой привет тебе первые киналаты в принципе для начала учитажаем я думаю отлично катушки катушечки катушки катушечки катушки катушечки Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Шадаловый соло. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин В общем Да, если вы хотите поиграть в Ovisurf Рядом с кем-то Ставьте не В обычном Персонаже Это все якобы персонажи Значит не дубль зрения Не DZ Pro, а элитный DZ То есть дубль зрения Потому что здесь можно реально Ну, в общем Посоревноваться Давайте с таким попробуем Даран умеет отталкивать Здесь я, правда, немного накосячила С Гуаной Айпс Там была другая песня, но... Я вспомнила об этой И не очень захотелось ее Катануть Надеюсь, не обидитесь Спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА